Глава вторая. Обзор Бхагавадгиты. Викши дантам мирам вапкям. Увача мадусу даряга. Текст первый. Санджая сказал. Увидев Арджуну исполненного сострадания и печали, с глазами, полными слез, Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Комментарий. Материальное сострадание, скорбь и слезы – все это проявление невежества в отношении нашего истинного Я. Кто осознает свою истинную природу, заботится о вечной душе, а не о теле. В этом стихе имеет большое значение слово Мадхусудана. Господь Кришна убил демона Мадху, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна также сразил и демона заблуждения, одолевшего его при исполнении долга. Никто не знает, при каких обстоятельствах уместно сострадание. Жалеть об одежде тонущего бессмысленно. Человека, тонущего в океане невежества, невозможно спасти, лишь сохранив его верхнюю одежду – грубое материальное тело. Тот, кто не знает этого и сожалеет о верхней одежде, называется шудрой, то есть скорбящим без причины. Арджуна был кшатрием, и такое поведение было неожиданным с его стороны. Господь Кришна, однако, способен рассеять скорбь несведущего, и для этого он поведал Бхагавадгиту. В данной главе «Высший авторитет» Господь Шри Кришна учит нас науке самореализации посредством аналитического исследования материального тела и духовной сущности. Такая самореализация возможна для человека, не стремящегося к получению личной выгоды, который утвердился в понимании истинной природы своего «я». Субтитры создавал DimaTorzok Текст второй Бог, верховная личность, сказал «Мой дорогой Арджуна, как могли такие мысли прийти тебе в голову? Они не подобают человеку, знающему истинный смысл жизни, и ведут не к высшим планетам, но к бесчестью». Комментарий В Шримад-Бхагаватам эта концепция абсолютной истины объясняется следующим образом. Сведущие трансценденталисты постигают абсолютную истину в три стадии. Эти три аспекта Абсолюта – Брахман, Параматма и Бхагаван – составляют единое целое. Эти божественные аспекты могут быть объяснены на примере Солнца, также имеющего три аспекта – солнечный свет, поверхность Солнца и сама планета. Изучающий лишь солнечный свет является начинающим учеником. Познавший структуру солнечной поверхности пошел дальше, а сумевший проникнуть в само Солнце достиг высшей стадии. Обычных учеников, довольствующихся лишь познанием свойств солнечного света, его всепроникновения и ослепительного безличного сияния, можно сравнить с теми, кто смог постичь в абсолютной истине только аспект Брахмана. Ученик, достигший более высокой ступени знания, может познать природу солнечного диска. Это соответствует постижению аспекта Абсолютной Истины, называемого Параматмой. Тот же ученик, который может проникнуть в само сердце планеты Солнца, подобен познавшему личностные аспекты высшей Абсолютной Истины. Поэтому преданные или трансценденталисты, постигшие свойства Бхагавана, являются наивысшими трансценденталистами, хотя все ученики, ставшие на путь изучения Абсолютной Истины, занимаются одним и тем же предметом. Солнечный свет, солнечный диск и внутренние процессы в Солнце неотделимы друг от друга, но ученики, изучающие эти три аспекта, не находятся на одном уровне. Объяснение санскритскому слову «бхагаван» Бхагаван дается великим авторитетом Парашарой Муни, отцом Вьесадевы. Бхагаван – это верховная личность Господа, обладающий всеми богатствами, всем могуществом, всей славой, всей красотой, всем знанием и всем отречением. Есть много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, очень образованы и стоят на высокой ступени отречения. Но ни один из них не может утверждать, что Ему принадлежат полностью все богатства. Это может утверждать только Кришна, поскольку Он – верховная личность Бога. Ни одно живое существо, включая Брахму, Господа Шиву или Нарайану, не может обладать всем этим в той мере, в какой этим обладает Кришна. Исходя из этого, сам Господь Брахма в Брахма-Санхите делает вывод, что Господь Кришна является верховной личностью Бога. Никто не равен Ему и никто не превыше Его. Он – Бхагаван, изначальный Господь, которого также называют Говиндой, и Он – первопричина всех причин. Есть много личностей, обладающих качествами Бхагавана, но Кришна – наивысший, ибо никто не может превзойти Его. Он – верховная личность, и Его тело вечно исполнено знания и блаженства. Он – изначальный Господь Говинда, и Он – причина всех причин. Говорится в Брахма-Санхите. В Шримад-Бхагаватам перечисляются многие воплощения верховной личности Бога, но Кришна считается изначальной личностью, из которого исходят все инкарнации и все проявления верховной личности Господа. Все воплощения Господа, перечисленные здесь, являются либо полными, либо частичными экспансиями Всевышнего, но Кришна – это сам верховная личность Бога. Таким образом, Кришна есть изначальная, верховная личность, абсолютная истина, источник как Параматмы, так и имперсонального Брахмана. В присутствии верховной личности Господа скорбь Арджуны о своих родственниках, безусловно, неуместна. Поэтому Кришна выражает свое удивление словом «кутас», то есть «откуда». Таких недостойных чувств никак нельзя было ожидать от человека, принадлежащего к цивилизованному классу людей, называвшихся ариями. Слово «ария» применимо по отношению к людям, знающим в чем ценность жизни и обладающим культурой, основанной на духовном знании. Люди, руководствующиеся материалистической концепцией жизни, не знают, что цель жизни – постижение абсолютной истины, Вишну, Бхагавана. Они пленяются внешними свойствами материального мира и поэтому не знают, что такое освобождение. Люди, не имеющие понятия об освобождении из материального рабства, называются неариями. Хотя Арджуна был кшатрием, но он уклонялся от своего долга, отказываясь сражаться. Подобный акт трусости свойственен неариям. Такое уклонение от исполнения долга не способствует продвижению в духовной жизни и даже не дает возможности прославиться в этом мире. Господь Кришна не одобрил так называемого сострадания Арджуны к своим близким. Субтитры создавал DimaTorzok Текст третий О, сын Притхи, не поддавайся этому унизительному бессилию, оно не поддавает тебе. Отбрось свою жалкую слабость сердца и воспрянь, о победитель врагов. Комментарий Кришна обращается к Арджуне, как к сыну Притхи, которая была сестрой отца Кришны Васудевы. Таким образом, Арджуна состоит в кровном родстве с Кришной. Если сын Кшатрия отказывается сражаться, то он только называется Кшатрием, как и сын Брахмана, поступающий неблагочестиво, Брахман только по названию. Такие Кшатрии и Брахманы недостойны своих отцов, и Кришна не хочет, чтобы Арджуна стал недостойным сыном Кшатрия. Арджуна был самым близким другом Кришны, и Кришна непосредственно направлял его, находясь в его колеснице. Несмотря на все достоинства Арджуны, уход с поля боя был бы для него позором, и поэтому Кришна сказал, что такое поведение не подобает ему. Арджуна мог бы возразить, что он отказывается от боя из великодушного отношения к весьма почитаемым Пхишме и его родственникам. Но Кришна посчитал, что подобное великодушие – просто трусость, не соответствующая предписаниям священных писаний. Поэтому от такого великодушия, или так называемого ненасилия, следует отказаться тем, кто, по примеру Арджуны, следует непосредственному руководству Кришны. Субтитры создавал DimaTorzok Текст четвертый Арджуна сказал О, покоритель врагов! О, Кришна, победитель Матху! Как могу я пускать стрелы в таких людей, как Пхишма и Дрона, достойных моего почитания? Комментарий Такие старейшины, как Пхишма и Дрона, всегда достойны почитания. Даже если они нападают, не следует отвечать им тем же. Согласно общепринятому этикету, старшим нельзя противоречить даже на словах. Если они иногда и резки, в ответ на это не следует вести себя грубо. Так как же тогда мог Арджуна сражаться с ними? Стал бы Кришна сражаться со своим дедом Уграсеной или со своим учителем Сандипани Муни? Таковы были некоторые из доводов, приведенных Арджуной Кришне. Субтитры создавал DimaTorzok Текст 5 Уж лучше жить, прося милостыню, чем существовать ценой гибели столь великих душ, как мои учителя. Пусть имя овладела корысть, они все равно остаются моими старшими. Если они будут убиты, то все наши радости будут обогрены кровью. Субтитры создавал DimaTorzok и не способного отличить хорошее от дурного. Пхишма и Дрона были вынуждены встать на сторону Дурьотханы, так как тот оказывал им финансовую помощь, хотя им не следовало ставить себя в такое положение из меркантильных соображений. В данном случае они потеряли право на почитание, данное учителям. Однако Арджуна по-прежнему почитает их как старших и думает, что после их убийства вся материальная добыча будет запятнана кровью. Субтитры создавал DimaTorzok Текст 6 Мы также не знаем, что же лучше — победить их или быть ими побежденными. Сыны Тхритараштры стоят сейчас перед нами на поле битвы. Если мы убьем их, то жизнь для нас потеряет смысл. Комментарий Несмотря на то, что кшатрии обязаны сражаться, Арджуна сомневается, стоит ли ему сражаться, рискуя вызвать ненужные жертвы, или уклониться от боя и жить, прося милостыню. Если он не победит врага, то подаяние станет для него единственным средством существования. Также не было у него уверенности в победе, поскольку силы обеих сторон были примерно равны. Однако, даже если победа была бы на их стороне, а они боролись за правое дело, все равно сыновья Тхритараштры погибли бы в сражении, и жизнь без них была бы очень тяжкой. Тогда эта победа обернется поражением. Все эти размышления свидетельствуют не только о том, что Арджуна был великим преданным Господа, но и о том, что он обладал духовным знанием и был хозяином своих мыслей и чувств. Его желание жить, прося милостыню, несмотря на царское происхождение, является еще одним признаком отречения. Эти качества, в сочетании с верой в наставление Шри Кришны, его духовного учителя, говорят о его истинной добродетели. Из этого следует, что Арджуна был полностью готов к освобождению. Без владения своими чувствами невозможно достичь знания, а без знания и преданности нельзя достичь освобождения. Арджуна, помимо его материальных достоинств, был наделен и всеми этими качествами. КАРПАНЬЯ ДОШО ПАХТАСВА ПАВА ПРУЧЧАМИТВАМ ДХАРМА САМММУДАЧЕТА ТЕКСТ В СЕДЬМОЙ «Я совершенно сбит с толку в отношении своих обязанностей и из-за слабости утратил всякое самообладание. Теперь я твой ученик, душа, предавшаяся тебе. Пожалуйста, дай мне совет». Комментарий По свойствам самой природы, вся система материальной деятельности является для всех источником затруднений. Затруднения возникают на каждом шагу. И поэтому следует обратиться к истинному духовному учителю, который сможет указать путь к достижению цели жизни. Вся ведическая литература рекомендует обратиться к истинному духовному учителю. Это поможет выпутаться из жизненных затруднений, возникающих против нашего желания, подобно лесному пожару, вдруг начинающемуся иногда, хотя никто, казалось бы, не поджигал леса. Подобно этому мир так устроен, что жизненные затруднения появляются сами по себе, независимо от нашего желания. Никто не хочет пожара, но он возникает, и мы оказываемся в затруднении. Ведические писания рекомендуют обратиться за помощью в разрешении наших проблем к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, и постараться осознать то, что он нам преподаст. Считается, что с истинным духовным учителем человек может знать все, поэтому, чем пребывать в затруднении, порожденном материальной жизнью, лучше обратиться к нему за помощью. Таков смысл этого стиха. КОГО ЖЕ ОДОЛЕВАЮТ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ? ТЕХ, КТО НЕ ПОНИМАЕТ ИСТИННЫХ ПРОБЛЕМ ЖИЗНИ В бреха Тараньякову Панишат говорится «Человек, забывший свою человеческую природу и покидающий этот мир словно кошка или собака, не решив проблем жизни и не осознав науку духовной реализации, подобен скупцу, не умеющему воспользоваться своим богатством». Существование в человеческом теле есть драгоценное преимущество, которое нужно использовать для разрешения жизненных задач, поэтому тот, кто не использует эту возможность, подобен скупцу. Напротив, Брахман – это тот, кто должным образом использует пребывание в этом теле для разрешения всех жизненных проблем. Криппана, скупцы, даром теряют время, проявляя чрезмерную привязанность к семье, обществу, стране и т.д. на основании своих материалистических представлений о жизни. Но все эти узы – телесные. Криппана полагают, что можно защитить членов семьи от смерти, или же они думают, что семья и общество смогут спасти их от смерти. Такого рода привязанность можно найти и у животных, которые также заботятся о своем потомстве. Как человек разумный, Арджуна осознавал, что любовь к родственникам и желание защитить их от смерти было причиной его трудностей. Он понимал, что обязан сражаться, но вследствие своей слабости не мог исполнять свой долг. Поэтому он просит Господа Кришну, высшего духовного учителя, вынести окончательное решение. Он вручает себя Кришне как ученик. Он не хочет больше дружеских бесед. Беседы между учителем и учеником всегда серьезны. И теперь Арджуна хочет серьезного разговора с Кришной, признанным духовным учителем. Таким образом, Кришна – первый духовный учитель, преподающий науку Бхагавадгиты, Арджуна – первый ученик, постигающий ее. То, как Арджуна воспринял Бхагавадгиту, описано в ней самой. И не осознавая этой изначальной истины, не стоит пытаться понять Бхагавадгиту. Нахи прапашшами, мама, пануттья, яччок, муччош, шанам, миндри, ана, ава, пьябху, мавас, патна, мритхам, праджам, суралам, мапичати паттьян. Текст восьмой Арджуна сказал, «Я не в силах успокоить боль, иссушающую мои чувства. Ее не утолит даже процветающее царство, не имеющее себе равных на земле, и верховная власть, подобная власти полубогов на небе». Комментарий Хотя Арджуна и выдвигал многочисленные доводы, основанные на знании религиозных принципов и законов морали, но оказалось, что он не способен разрешить возникшую у него реальную проблему без помощи духовного учителя Шри Кришны. Он понял, что его так называемое знание не может избавить его от страданий, иссушающих все его существо. Академическое знание, эрудиция, высокое положение и так далее бесполезны при решении жизненных проблем. Помощь может оказать только духовный учитель, подобный Кришне. Из этого можно заключить, что духовный учитель, обладающий сознанием Кришны, это истинный духовный учитель, ибо он поможет разрешить все жизненные проблемы. Господь Чайтанье сказал, что тот, кто владеет наукой сознания Кришны, независимо от его социального положения является подлинным духовным учителем. В Чайтанье Чаритамрати говорится, не имеет значения, является ли человек випра, то есть знатоком ведической мудрости, низкорожденным, или ведет отреченный образ жизни. Если он овладел наукой о Кришне, то он является совершенным и истинным духовным учителем. Мадья Лила, 8 глава. Таким образом, не овладев наукой сознания Кришны, никто не может стать духовным учителем. В ведах также сказано. Ученый Брахман, хорошо разбирающийся во всех разделах ведической мудрости, не может стать духовным учителем, не будучи Вайшнавом, преданным Всевышнего Господа. Вайшнава, то есть обладающий сознанием Кришны, может быть духовным учителем, даже если он происходит из семьи, принадлежащей к низшей касте, Падма Пурана. Проблемы материального существования, рождение, болезнь, старость и смерть не могут быть разрешены посредством накопления богатства и экономического развития. Во многих частях света есть государства, в которых условия существования очень благоприятны, высок уровень жизни и экономического развития. Но тем не менее там по-прежнему существуют проблемы, связанные с материальной жизнью. Эти государства различными путями стремятся к миру, но истинно счастливой жизни они смогут достичь, лишь обратившись к Кришне, верховной личности Бога, учение которого изложено в Бхагавадгите и Шримад Бхагавадам. Арджуна ищет убежище в сознании Кришны. И это верный путь к миру и гармонии. Экономическое развитие и мировое господство могут быть в любой момент остановлены катаклизмами материальной природы. Бхагавадгита это подтверждает. Истощив запас наслаждений, следующих задобродетельными поступками, человек снова падает с вершины счастья на самое дно жизни. Многие политики мира испытали на себе такое падение. Подобные падения влекут лишь новые страдания. Таким образом, если мы хотим навсегда покончить с нашими страданиями, то мы должны найти прибежище у Кришны, следуя примеру Арджуны. Арджуна попросил Кришну разрешить его затруднения. Именно таков путь сознания Кришны. Субтитры создавал DimaTorzok Текст Девятый Санджая сказал Произнеся эти слова, Арджуна, сокрушитель врагов, обратился к Кришне. Говинда, я не буду сражаться. И замолчал. Комментарий Вероятно, Тхритараштра очень радовался тому, что Арджуна отказался сражаться и покидает поле боя, собираясь просить милостыню. Однако Санджая снова разочаровал его, назвав Арджуну Парантапа, то есть способным победить своих врагов. Хотя Арджуна какое-то время был переполнен чувством ложного сострадания к своим родственникам, он затем подчинился Кришне, как ученик, высшему духовному учителю. Это предвещало, что вскоре он расстанется с неразумной скорбью, вызванной привязанностью к семье, и обретет совершенное знание о самореализации, то есть сознании Кришны. Это значит, что он непременно станет сражаться. Таким образом, ликованию Тхритараштры не суждено было оправдаться, поскольку Арджуна, просвещенный Кришной, будет биться до конца. Текст десятый. О, потомок Бхараты! В это время Кришна, стоящий между двух армий, с улыбкой сказал убитому горем Арджуне такие слова. Комментарий. Кришна улыбался, то есть Кришной и Арджуной. Как друзья, они были равны, но затем один из них добровольно стал учеником другого. Кришна улыбался, так как его друг решил стать его учеником. Господь, как повелитель всего, всегда занимает высшее положение. И все-таки Господь согласен стать другом, сыном или возлюбленным своего преданного, который хочет видеть его в этой роли. Когда Арджуна признал Кришну учителем, тот сразу же взял на себя эту роль и стал говорить со своим учеником как учитель, со всей серьезностью, которая необходима в подобных случаях. Разговор учителя с учеником происходил открыто, на виду у обеих армий, с тем, чтобы все могли извлечь из него урок. Поэтому беседы, изложенные в Бхагавадгите, не обращены к какому-либо определенному лицу, группе или обществу. Эти беседы предназначены для всех и как друзья, так и враги имеют право их услышать. Текст одиннадцатый Бог, верховная личность, сказал, «Говоря такие слова, ты печалишься о том, что недостойна сожаления. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых». Комментарий. Господь сразу же принял на себя обязанности учителя и выразил порицание своему ученику, косвенно назвав его глупцом. «Господь сказал, «Ты говоришь, как ученый, но не знаешь, что ученый – это тот, кто понимает природу, тело и души, кто не скорбит о теле, ни о мертвом, ни о живом». В последующих главах будет ясно показано, что знание сводится к пониманию материи, духа и того, кто ими управляет. Арджуна утверждал, что религиозные принципы должны считаться более важными, чем политика и общественная деятельность, не ведая, что познание материи, души и Всевышнего Господа еще важнее религиозных норм. Не обладая таким знанием, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Пребывая в неведении, он сожалел о том, что не стоит сожаления. Тело рождается и рано или поздно погибает. Поэтому оно менее ценно, чем душа. Познавший это, действительно может считаться ученым, и в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело, у него нет причин для скорби. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Текст двенадцатый Бог, верховная личность, сказал, «Говоря такие слова, ты печалишься о том, что недостойно сожаления. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых». Никогда не было, чтобы не существовал я, или ты, или эти цари, и в будущем никто из нас не прекратит существование. Комментарий В Ведах, в Кадха Упанишат, а также в Шваташватара Упанишат, говорится, что верховная личность Господа поддерживает жизнь в бесчисленных живых существах, согласно их различному положению, которое определяется их индивидуальной деятельностью и ее последствиями, а также, что верховная личность обитает в сердце каждого живого существа в виде своего полного проявления. Только святые личности способны видеть единого Всевышнего Господа как внутри, так и за пределами всего сущего. Они поистине достигают совершенного и вечного мира. Ведическая мудрость, сообщенная Арджуне, обращена также и ко всем тем, кто считают себя очень сведущими и кто по существу обладают лишь скудным запасом знаний. Господь ясно говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, собравшиеся на поле битвы, есть вечные индивидуальные существа, и что Господь вечно поддерживает жизнь в этих индивидуальных существах как в обусловленном состоянии, так и в освобожденном. Верховный Господь есть высшая индивидуальная личность, а Арджуна, вечный спутник Господа и все цари, собравшиеся там, являются также вечными индивидуальными личностями. Они существовали как индивидуальные личности в прошлом и будут также существовать и в будущем. Их индивидуальное существование никогда не прекратится, поэтому ни у кого нет причин для скорби. Теория Майавади, согласно которой и после освобождения индивидуальная душа, отделенная от покрова Майи, то есть иллюзий, сольется с безличным брахманом и утратит свое индивидуальное существование, не поддерживается Господом Кришной, высшим авторитетом. Также не находит здесь подтверждения теория, согласно которой индивидуальность есть лишь продукт наших мыслей в обусловленном состоянии. Кришна ясно говорит, что индивидуальность Господа и всех остальных существует вечно, что подтверждается в Упанишадах. Это заявление Кришны авторитетно, ибо Кришна не может находиться в иллюзии. Если бы индивидуальность души не была установленным фактом, то Кришна не стал бы подчеркивать ее существование в будущем. Кришна утверждает, что Он был индивидуальной личностью в прошлом и будет оставаться ей в будущем. Он подтвердил свою индивидуальность различными способами и объяснил, что безличный Брахман также находится в Его подчинении. Кришна сохраняет духовную индивидуальность постоянно. Если считать его обычной, обусловленной душой, обладающей обычным индивидуальным сознанием, то Бхагавадгита теряет свою ценность как авторитетное описание. Обыкновенный человек, обладающий четырьмя недостатками, присущими людям, не способен преподать учения, достойное внимания. Гита стоит гораздо выше подобных сочинений. Ни одна мирская книга не может сравниться с Бхагавадгитой. Если считать Кришну обычным человеком, то Гита утрачивает всякое значение. Те, кто завидуют Кришне, верховной личности Господа, не способны проникнуть в подлинный смысл этого великого произведения. Человек, пытающийся понять учения Бхагавадгиты, не будучи преданным, напоминает пчелу, лижущую снаружи банку с медом. Нельзя узнать вкус меда, не открыв банку. Точно так же и тайный смысл Бхагавадгиты может быть понятен только преданным Господа и никому более, как то утверждается в этой книге. Тот, кто не признает существование Господа, не должен касаться Бхагавадгиты. Бхагавадгиты Текст тринадцатый Подобно тому, как душа переселяется из детского тела в юношеское, а из него в старческое, так и во время смерти она переходит в новое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Комментарий Каждое живое существо есть индивидуальная душа, постоянно меняющая свое тело, проявляясь то в ребенке, то в юноше, то в старике. При этом духовная сущность всегда одна и та же и не претерпевает изменений. Индивидуальная душа в конце концов покидает тело в момент смерти и переселяется в другое тело. Так как в последующем рождении душа обязательно получает тело, либо материальное, либо духовное, то у Арджуны не было причин предаваться скорби, думая о смерти Пхишмы и Дроны, за которых он так переживал. Напротив, он должен был бы радоваться тому, что они оставят прежние тела и получат новые, омолодив таким образом свою энергию. С новым телом мы получаем и новую возможность страдать и наслаждаться в зависимости от нашей деятельности в прежней жизни. Поэтому Пхишма и Дрона, будучи возвышенными душами, наверняка должны были получить в следующей жизни либо духовные тела, либо, по крайней мере, обрести жизнь на небесных планетах и познать там высшее материальное наслаждение. В обоих случаях не было причин для скорби. Любой человек, обладающий совершенным знанием о положении индивидуальной души, верховной души и природы, как духовной, так и материальной, именуется Тхирой или наиболее разумным человеком. Он никогда не сбивается с толку постоянной сменой тел. Как утверждается в ГИТе, фрагментарные частички Всевышнего существуют вечно, санатана, и они называются кшара, то есть имеющие склонность к падению в материальную природу. Эти фрагментарные частички остаются таковыми вечно, и даже после освобождения индивидуальная душа остается той же самой, то есть имеет характер составной части. Но однажды освободившись, она вечно живет в блаженстве и знании вместе с верховной личностью Господа. К верховной душе, пребывающей в каждом теле, но отличной от него, и называемой параматмой, можно применить теорию отражения. На небе, отраженном в воде, можно видеть и луну, и солнце, и звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а солнце или луну со Всевышним Господом. Арджуна есть индивидуальная душа, а верховная личность Шри Кришна высшая душа. Они находятся на разных уровнях, как станет ясно из четвертой главы. Если бы Арджуна был равен Кришне, и Кришна не занимал бы более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы смысл. Если бы они оба пребывали в неведении, порожденном иллюзорной энергией Майей, то зачем было бы одному из них становиться учителем, а другому учеником? Такое обучение не имело бы смысла, ибо никто не может быть авторитетным наставником, если на него воздействует Майя. Все это свидетельствует о том, что Господь Кришна является Всевышним Господом, превосходящим по положению Арджуну, живое существо, введенное в заблуждение иллюзорной энергии. Матрас паршасту гандбейе, шитошна суха дукхада, агама паинониддя, танцтитикш свагарада. Текст 14-й Всевышний Господь сказал «О сын Кунти, временное проявление счастья и несчастья, их исчезновение в должном порядке, подобны приходу и уходу зимы и лета. Они возникают из-за чувственного восприятия у потомок Бхараты, и человек должен учиться переносить их, не будучи обеспокоен». Комментарий Чтобы должным образом исполнять свои обязанности, человеку нужно научиться выносить временные проявления счастья и несчастья. По ведическим предписаниям, следует утром совершать омовение даже в месяц Макху, январь, февраль. В это время очень холодно, но, несмотря на это, человек, живущий в соответствии с религиозными принципами, не колеблясь, совершает омовение. Также и женщина без всяких колебаний проводит время на кухне, готовя еду в самые жаркие летние месяцы, май-июнь. Нужно выполнять свои обязанности, несмотря на неудобства, создаваемые климатическими условиями. Подобным же образом сражаться долг шатрия, и даже если ему приходится сталкиваться на поле боя с друзьями или родственниками, ему не следует уклоняться от исполнения долга. Человеку необходимо следовать религиозным принципам, чтобы подняться на уровень знания, ибо только с помощью знания и преданного служения он может освободиться от цепких когтей Майи. Кришна не зря обращается к Арджуне, называя его двумя разными именами. Обращение к нему как Каунтеи подчеркивает его благородное происхождение по линии матери, тогда как имя Бхарата напоминает о его величии по линии отца. Итак, происхождение Арджуны по обеим линиям предполагает благородство и величие, знатность рода обязывает к исполнению долго, и поэтому он не может избежать участия в сражении. Янхина Вятаян Кеде Пурушам Пурушар Шага Самадук Хасу Хандирам Сомртат Твая Калпате Текст Пятнадцатый О лучший среди людей Арджуна Человек не обеспокоенный счастьем и несчастьем и сохраняющий самообладание в обеих ситуациях несомненно достоин освобождения Комментарий Всякий, кто тверд в своем намерении достичь высокой стадии духовного осознания и может равным образом мириться с натиском счастья и горя, безусловно, достоин освобождения. В системе Варнашрама четвертая стадия жизни, а именно жизнь в отречении Саньяса требует самых больших усилий, но тот, кто всерьез намерен сделать свою жизнь совершенной, без колебаний принимает этот образ жизни, невзирая ни на какие трудности. Трудности обычно возникают в связи с необходимостью порвать семейные узы, прекратить отношения с женой и детьми. Тот же, кто сумел выдержать эти испытания, поистине завершает свой путь к духовному осознанию. Подобным же образом Арджуни рекомендуется сохранять стойкость при исполнении им обязанностей кшатрия, даже если ему и трудно сражаться с членами своей семьи и теми, кому он чувствует привязанность. Господь Чайтанья принял Саньясу в возрасте двадцати четырех лет, несмотря на то, что находящаяся на его попечении молодая жена и престарелая мать остались без поддержки. И все же ради высшей цели он принял Саньясу и со стойкостью исполнил высший долг. Таков путь освобождения из плена материального мира. Саньясу Текст шестнадцатый Те, кто видят истину, заключили, что несуществующее материальное тело, приходящее, а вечная душа не претерпевает изменений. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого. Комментарий Изменяющееся тело недолговечно. Современная медицина признает тот факт, что в каждый данный момент вследствие деятельности различных клеток тело изменяется. Таким образом происходит рост тела и его старение. Однако душа существует постоянно и остается той же самой, несмотря на все изменения тела и ума. В этом состоит различие между материей и духом. По своей природе тело не постоянно, а душа вечна. К этому заключению приходят все мудрецы, как имперсоналисты, так и персоналисты. Слова существующей и несуществующей соответственно относятся к духу и материи. Таково мнение всех мудрецов. 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 Разрушение невежества ведет к восстановлению вечных взаимоотношений между поклоняющимся и объектом поклонения и к постижению разницы между верховной личностью Бога и живыми существами, являющимися его неотъемлемыми частичками. Природу Всевышнего можно познать лишь посредством глубокого изучения самого себя, осознавая при этом свое отношение к нему как отношение части к целому. Во всех веданта-сутрах, так же, как в Шримад-Бхагватам, Всевышний признается источником всех эманаций. Такие проявления познаются через две ступени природы, высшую и низшую. Живые существа принадлежат к высшей природе, как будет раскрыта в седьмой главе. И хотя нет разницы между самой энергией и ее источником, этот источник признается высшим, а энергия, то есть природа, считается подчиненной. Таким образом, живые существа всегда подчинены Всевышнему Господу, подобно тому, как слуга подчинен хозяину, а ученик учителю. Это очевидное знание невозможно постичь, находясь во власти невежества. Поэтому Господь излагает учения Бхагавадгиты ради просвещения всех живых существ на все времена. Бхагавадгита Текст 17 Знай, то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Комментарий В этом стихе объясняется истинная природа души, распространяющая свое влияние на все тело. Любой человек может понять, что именно пронизывает все тело. Это сознание. Каждый, испытывая боль или удовольствие, ощущает их какой-либо частью тела или всем телом сразу. Такое распространение сознания ограничивается одним данным телом. Боль и удовольствие, испытываемые одним телом, неизвестны другому. Поэтому каждое тело является воплощением индивидуальной души, а признаком присутствия души является индивидуальное сознание. Согласно описаниям, душа по своим размерам равна одной десятитысячной части кончика волоса. В Швета-Шватару Панишат утверждается, если разделить кончик волоса на сто частей, а затем каждую из них снова разделить на сто частей, то каждая такая часть будет иметь размер души. Таким образом, индивидуальная частичка души есть духовный атом, который еще меньше материального, и таких духовных атомов бесчисленное множество. Эта мельчайшая духовная искорка является основой материального тела, и влияние ее распространяется по всему телу, подобно тому, как проникает во все части тела принятое лекарство. Это движение души ощущается во всем теле как сознание, и оно является доказательством ее присутствия. Любой человек может понять, что материальное тело без сознания мертво, и что никакими материальными средствами нельзя оживить в теле это сознание. Таким образом, сознание есть результат присутствия души, а не какого-либо сочетания материальных элементов. Вся ведическая литература сходится в определении статуса бесконечно малой души, и любой здравомыслящий человек ощущает ее присутствие практически. Влияние духовной искры может распространяться на все данное тело. Согласно Мундако Упанишат, эта духовная искра пребывает в сердце каждого живого существа, однако ввиду того, что она слишком мала, чтобы быть измерена учеными материалистами, то они по неразумности утверждают, что души не существует. Индивидуальная духовная искра непременно присутствует в сердце на еду с верховной душой, поэтому все энергии, посредством которых тело приводится в движение, исходят из этой части. Частицы, выносящие кислород из легких, черпают свою энергию в душе. Поэтому, когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Медицина признает важность красных кровяных телец, но она не может установить, что именно душа является источником жизненной силы. Но медицина соглашается с тем, что все виды энергии тела исходят из сердца. Бесконечно малые частицы духовного целого можно сравнить со сверкающими частицами солнечного света, составляющими его лучи. Аналогично отдельные частички Всевышнего являются бесконечно малыми искрами лучей Всевышнего, называемых прабха, высшая энергия. Так что и те, кто следует учению вед, и сторонники современной науки, не могут отрицать существование духовной искры в теле. Наука о душе ясно излагается самим Всевышним Господом в Бхагавадгите. Антаванта имей деха нитья сьогта шаририна анашино прами асс текст текст восемнадцатый «Всевышний Господь сказал «Лишь только тело вечного неразрушимого и неизмеримого живого существа подвержено смерти, а потому сражайся о потомок Бхараты». Комментарий По своей природе материальное тело недолговечно. Оно может погибнуть сразу или через сто лет. Это лишь вопрос времени. Сохранить тело на неограниченный срок невозможно. Однако душа столь мала, что ее невозможно даже увидеть, не говоря о том, чтобы убить. Как упомянуто в предыдущем стихе, она так мала, что ее размер нельзя себе даже представить. Таким образом, с обеих точек зрения нет повода для скорби, ибо живое существо все равно невозможно уничтожить, а срок жизни материального тела, несмотря на все меры предосторожности, нельзя продлить до бесконечности. Бесконечно малая частичка духовного целого получает материальное тело в зависимости от своей деятельности, поэтому каждый человек должен соблюдать религиозные принципы. В веданта сутри живое существо определяется как свет, который является неотъемлемой частью высшего света. Свет души поддерживает материальное тело, подобно тому, как солнечный свет поддерживает жизнь Вселенной. Как только душа покидает материальное тело, оно начинает разлагаться, следовательно, именно душа поддерживает материальное тело. Само по себе тело не представляет особой ценности, поэтому Арджуни дается совет вступить в сражение, а не жертвовать религиозными принципами из материальных соображений. Субтитры Текст 19 Тот, кто думает, что живое существо убивает или может быть убито, находится в неведении, так как истинное Я не убивает и не может быть убито. Комментарий При поражении смертоносным оружием живое существо, воплощенное в данном теле, в действительности не погибает. Душа настолько мала, что ее невозможно убить каким-либо материальным оружием, как будет ясно из последующих стихов. Живое существо вообще не может быть убито ввиду его духовной природы. То, что погибает или считается убитым, есть только материальное тело. Это, однако, не может поощрять убийство тела. Ведическое предписание гласит «Никогда и никому не применяй насилие». Понимание того, что живое существо не погибает, не должно также поощрять истребление животных. Убийство любого существа без санкции на это отвратительно и карается законом государства или законом Бога. Арджуна, однако, находится в ином положении. Он должен убивать ради спасения религиозных принципов, а не по собственной прихоти. «На жа йа те мрия те ва к да че найям бутва бхавитава нбхуя ажо нитт шашвату йам пурану лахан йати хан йам а мани шар ирии». Текст двадцатый «Для души нет ни рождения ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело». Комментарий Бесконечно малая частичка высшего духа качественно идентична ему. Она не подвержена изменениям, подобно телу. Тело подвергается изменениям шести видов. Оно рождается из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит определенные действия, постепенно истощается и, наконец, уходит в небытие. Однако душа не претерпевает подобных изменений. Поскольку она принимает материальное тело, это тело получает рождение, но душа не рождается и не умирает. Умирает все, что рождается, а так как душа не рождается, то у нее нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она вечная, всегда существующая и изначальная. То есть в истории нет следов ее возникновения, хотя мы и пытаемся их найти, руководствуясь телесной концепцией бытия. Душа, в отличие от тела, никогда не стареет, поэтому так называемый старый человек может чувствовать себя таким же молодым, как в детстве или юности. изменения тела не затрагивают душу, душа не увядает как дерево и как вообще все материальное. Душа также не производит побочных продуктов, побочные продукты тела, а именно дети, также являются индивидуальными душами. Обретая тело, душа выступает в роли ребенка, конкретного живого существа, тело развивается благодаря присутствию души, но у души нет никаких ответвлений и изменений. Таким образом, душа свободна от шести изменений тела. душа Кадха Упанишат есть стих, в котором говорится, что душа полна знания, то есть она всегда находится в полном сознании. Таким образом, сознание есть признак души. Даже если невозможно обнаружить душу в сердце, где она пребывает, мы все же можем понять, что она там присутствует, исходя из наличия сознания. Иногда мы не видим солнца из-за облаков или по какой-либо другой причине, но мы видим его свет и поэтому убеждены, что сейчас день. Как только рано утром небо светлеет, мы понимаем, что появилось солнце. Подобным же образом, видя сознание во всех телах, как у людей, так и у животных, мы можем понять, что в них присутствует душа. Тем не менее, это сознание индивидуальной души отличается от сознания присущего Всевышнему, ибо оно обладает полным знанием прошлого, настоящего и будущего. Индивидуальная душа, однако, склонна к забывчивости. Душа, забывшая о своей истинной природе, может достичь просветления, внимая высшим поучением Кришны. Ему эта забывчивость не свойственна, иначе его наставления, изложенные в Бхагавадгите, были бы бесполезны. Существует два вида души. Душа, мельчайшая частичка ануатма и сверхдуша випхуатма. Это подтверждается в Кадха Упанишат, где говорится, как сверхдуша параматма, так и индивидуальная душа дживаатма располагаются на одном и том же древе тела, в одном и том же сердце, и только тот, кто освободился от всех материальных желаний, а также от скорби, может, по милости Господа, понять величие души. Кришна, верховная личность Бога, является также источником параматмы, как это станет ясно из следующих глав, а Арджуна есть духовная искра, склонная забывать о своей истинной природе и потому нуждающаяся в просветлении от Кришны или от его истинного представителя, духовного учителя. ВЕДА-ВИНА-ШИНАН-НИТЬЯМ ЯЕНА-МАЖМА-БЬAYАМ КАТХАМ САП ПУРУССАП ПАРТА КАММ-ХАТАЯТИХАНТИКАМ ТЕКСТ ДВАДЦАТЬПЕРВЫЙ Всевышний Господь Кришна сказал «О ПАРТХАМ Как может человек, знающий, что душа неразрушима, вечно, нерожденно и неизменно убивать кого-либо или побуждать кого-то к убийству?» КОММЕНТАРИИ «Все» имеет свое назначение и обладающий полным знанием понимает, где и как следует все использовать. Таким образом, насилие также имеет свое назначение, а его правильное применение зависит от знания. Нельзя порицать судью, который приговаривает к смертной казни убийцу, ибо он санкционирует применение насилия согласно кодексу правосудия. В Ману-Самхите, своде законов всего человечества, утверждается, что убийца должен быть приговорен к смерти с тем, чтобы в следующей жизни ему не пришлось страдать за совершенный им великий грех. Поэтому, если царь наказывает убийцу, отправляя его на виселицу, то он фактически совершает благо. Аналогично этому, когда Кришна призывает сражаться, то следует понимать, что насилие, совершенное в сражении ради Кришны, направлено на установление высшей справедливости. Оно, по сути, не является насилием, ибо человек, вернее, душа, не может быть убита. Таким образом, в целях соблюдения правосудия, так называемое насилие вполне допустимо. Хирургическая операция предназначена не для убийства пациента, а для его излечения. Поэтому, сражаясь по приказу Кришны, с полным пониманием, Арджуна не навлечет на себя греховных реакций. Ваасасаси Текст 22-й Как человек одевает новые одежды, снимая старые, так и душа принимает новое тело, оставляя старое и бесполезное. Комментарий Смена тела бесконечно малой индивидуальной душой признанный факт. Некоторые современные ученые не верят в существование души, но в то же время они не могут объяснить источник энергии в сердце. Они вынуждены признать факт непрерывных изменений тела от детства к отрочеству, от отрочества к юности и от юности к старости. Затем душа переходит в новое тело, как это объяснялось в одном из предыдущих стихов. Переход индивидуальной души в новое тело возможен по милости верховной души Параматмы. Она выполняет желание духовной искорки, подобно тому, как один друг выполняет желание другого. Веды, в частности, Мундаку Панишат, а также Швятошватару Панишат, сравнивают душу и верховную душу с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из птиц, индивидуальная душа, клюет плоды этого дерева, а другая, верховная душа, Кришна, просто наблюдает за своим приятелем. Природа этих двух птиц одинакова, но одна очарована плодами материального дерева, а другая лишь свидетель деятельности своего друга. Кришна наблюдающая птица, а Арджуна вкушающая. Несмотря на то, что они друзья, один из них повелитель, а другой слуга. Когда духовная искра забывает об этих взаимоотношениях, ей приходится перелетать с одного дерева на другое, то есть менять тело. Индивидуальная душа испытывает тяжкие страдания, сидя на дереве материального тела. Но как только она согласится принять вторую птицу как высшего духовного учителя, как поступил Арджуна, добровольно следуя наставлениям Кришны, то подчиненная птица немедленно освобождается от страданий. В Мундаку Упанишат и Шваташватар Упанишат подтверждается. Хотя обе птицы сидят на одном дереве, но та, что клюет его плоды, погружена в тоску и беспокойство. Но если она обращает свой взор к другу, который есть Всевышний Господь, и познает его величие, то страдающая птица сразу освобождается ото всех тревог. Арджуна обратил свой взор к своему вечному другу Кришне и выслушивает Бхагавадгиту из его уст, так постигая высшее величие Господа и освобождаясь от скорби. Арджуна получает от Господа совет не печалиться о том, что его старый дед и учитель сменят тела. Тот, кто теряет свою жизнь на жертвенном алтаре или отдает ее в справедливом бою, тотчас же освобождается от последствий своей деятельности и получает в следующей жизни лучшие условия существования. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. «Стрия» «Стрия» Текст двадцать третий. Нельзя рассечь душу на части никаким оружием. Она не горит в огне, не смачивается в воде, не иссушается ветром. Комментарий. Никакими видами оружия нельзя убить душу. Она неуязвима для мечей, пламени, ливней, смерча и т.д. Известно, что помимо современного огнестрельного оружия, раньше на Земле существовали многие другие виды вооружений, изготовленные из земли, воды, воздуха, эфира и т.п. Ядерное оружие нынешнего века причисляется к огнестрельному, но некогда существовали и иные виды оружия, изготовленные из различных элементов материи. Против огнестрельного оружия использовалось неизвестное современной науке водное оружие. Современные ученые ничего также не знают об оружии, основанном на силе смерча. Тем не менее, душу нельзя рассечь на куски или уничтожить никаким оружием, независимо от его устройства. Индивидуальная душа Индивидуальная душа никогда не может быть оторвана от изначальной высшей души. Индивидуальные души есть вечно существующие ее частички. Поскольку бесконечно малые индивидуальные души таковы вечно, санатана, они имеют тенденцию покрываться иллюзорной энергией и, таким образом, оказываются оторванными от общения со Всевышним Господом. Точно так же, как искры пламени, хотя они качественно равны огню, вне пламени гаснут. В Вараха Пуране подтверждается, что живые существа есть неотъемлемые частички Всевышнего, хотя и вечно существуют отдельно от Него. Поэтому, даже освободившись от иллюзий, живое существо сохраняет свою индивидуальность. Это явствует изучение Господа, поведанного Арджуне. Знание, полученное Арджуной, освободило его, но это не значит, что он и Кришна слились в одно целое. Текст 24. Индивидуальная душа неразрушима и нерастворима. Ее нельзя сжечь или высушить. Она существует всегда и везде, неизменная, недвижимая и вечно та же. Комментарий. Все эти определения духовной искорки ясно доказывают тот факт, что индивидуальная душа вечно является бесконечно малой частичкой духовного целого и никогда не претерпевает никаких изменений. Кроме того, они опровергают теорию монизма, утверждающую, что между индивидуальной душой и высшим духом существует связь настолько тесная, что они в конце концов сольются в одно. После освобождения от материального загрязнения индивидуальная душа может предпочесть остаться духовной искрой в сияющих лучах верховной личности Господа. Однако наиболее разумные души стремятся достигнуть духовных планет, чтобы иметь возможность общаться с верховной личностью Бога. Слово «сорва-гата» – «вездесущий» имеет большое значение, так как оно дает понять, что живые существа присутствуют повсюду в творении Бога. Они живут на суше, в воде, в воздухе, в земле и даже в огне. Мнение, что они уничтожаются в огне, неприемлемо, поскольку здесь ясно говорится, что душа в огне не горит. Поэтому нет сомнений, что живые существа обитают также на солнце, воплощенные в соответствующие тела. Если бы солнце было необитаемо, тогда слово «сорва-гата» – «вездесущий» теряло бы смысл. Текст двадцать пятый Душа невидима, непостижима и неизменно. Зная это, тебе не следует печалиться о теле. Комментарий Как уже объяснялось ранее, душа размерами настолько мала, что не поддается материальным вычислениям. Ее нельзя увидеть даже в самый мощный микроскоп. Поэтому можно считать, что она невидима. Что касается существования души, то никто не может установить этого факта экспериментально. Единственное доказательство этому – шрути или физическая мудрость. Мы должны принять эту истину, ибо нет другого источника знания о существовании души, хотя наше восприятие это и подтверждает. Имеется много такого, что следует принимать на веру, полагаясь на высший авторитет. Например, никто не может установить личность своего отца, не положившись в этом на авторитет матери, и другого источника не существует. Также единственным источником знания о душе являются веды. Иначе говоря, душу невозможно постичь на основе экспериментального человеческого знания. Душа есть сознание, и душа обладает сознанием – это также утверждение вед, и мы должны это принять. В отличие от тела, душа не претерпевает изменений. Будучи вечно неизменной, душа остается бесконечно малой по сравнению с бесконечной высшей душой. Высшая душа бесконечно велика, а духовная искра бесконечно мала. Поэтому бесконечно малая душа, будучи неизменной, никак не может стать равной бесконечной душе, то есть верховной личности Господа. Эта концепция в различных вариантах повторяется в ведах, подкрепляя стабильность понятия о душе. Многократное повторение какой-либо мысли необходимо для ее ясного понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Текст 26 Всевышний Господь сказал «Если ты, однако, полагаешь, что душа постоянно рождается и умирает навеки, у тебя все равно нет причин для скорби, о могучий Арджуна». Комментарий Существует определенный разряд философов, близких к буддистам, которые не верят в существование души вне тела. Известно, что в те времена, когда Господь Кришна поведал Бхагавадгиту, такие философы также существовали и были известны как лакаятики и вайбхашики. Эти философы утверждали, что признаки жизни, то есть душа, появляются при достаточно высоком развитии некоторого сочетания материальных элементов. Современные ученые и философы-материалисты придерживаются тех же взглядов. По их мнению, тело является сочетанием химических элементов и на определенной стадии в результате взаимодействия этих химических элементов развиваются признаки жизни. Антропология основывается на этой же философии. В настоящее время многие псевдорелигии, входящие в моду на Западе, и буддистские секты, отрицающие преданное служение Господу, также обращаются к этой философии. Даже если бы Арджуна не верил в существование души, что соответствовало бы философии Багвайбхашика, все равно у него бы не было причин для скорби. Стоит ли горевать об утрате кучки химических веществ и из этого отказываться от исполнения долга? В современном обществе ради победы над врагом затрачиваются тонны химических веществ. Согласно философии Багвайбхашика, так называемая душа или атма погибает вместе с телом. То есть в любом случае, принимает ли Арджуна утверждение Вет о существовании индивидуальной души или нет, у него не было причин для скорби. Согласно этой теории, поскольку множество живых существ рождается из материи ежеминутно, и каждую минуту многие из них погибают, стоит ли печалиться о таких пустяках? Если душе не суждено возродиться, то Арджуне нечего было бояться отрицательных последствий убийства деда и учителя. Кришна язвительно называет Арджуну Махабаху, О Могучий, поскольку Сам Господь не признает теорию Вайбхашика, противоречащую ведической мудрости. Поэтому, как кшатрий, Арджуна должен был следовать принципам ведической культуры. Продолжение следует... Текст 27 Для того, кто родился, смерть неизбежна, а после смерти неизбежно рождение. Поэтому, исполняя свой долг, ты не должен иметь никаких сожалений. Комментарий Деятельность человека определяет условия его рождения в следующей жизни, и с окончанием одного периода деятельности он умирает, чтобы родиться вновь для другого. Таким образом, человек вращается в круговороте рождения и смерти, не обретая освобождения. Однако, этот цикл рождения и смерти не поощряет ненужного убийства, существования боем или войны. В то же время, войны в человеческом обществе бывают необходимы для поддержания закона и порядка. Битва на поле Курукшетра, будучи выражением воли Всевышнего, была неизбежной. И долг Шатрия состоял в том, чтобы сражаться за правое дело. Зачем было Арджуне опасаться смерти родственников и печалиться о них, раз он исполнял свой долг? В данном случае он не нарушил бы закон, и его действия не имели бы тяжелых последствий, которых он так боялся. Уклоняясь от исполнения долга, он все равно не смог бы предотвратить смерти родственников, а выбор неверной дороги привел бы его к падению. Текст 28 Все сотворенное существует в непроявленном состоянии в начале творения, проявляется в промежуточной стадии и опять уходит в непроявленность после уничтожения Вселенной. Так зачем же скорбеть? Комментарий В любом случае, верим ли мы в существование души или не верим, у нас нет причин для скорби. Тех, кто не верит в существование души, последователи ведических принципов называют атеистами. Даже если мы принимаем атеистическую позицию, у нас все равно нет причин для скорби. До сотворения, в отсутствии души, материальные элементы существуют в непроявленном состоянии. Рассмотрим, к примеру, высокий небоскреб, сделанный из элементов Земли. При его разрушении проявленное вновь становится непроявленным и в конечной стадии пребывает в виде атомов. Закон сохранения энергии не нарушается. Просто с течением времени предметы проявляются и уходят вновь в непроявленное. В этом и состоит различие. Таким образом, нет причины скорбеть о чем-либо, раз оно все равно существует в проявленном или в непроявленном состоянии. Так или иначе, ничто не исчезает, даже и в непроявленном состоянии. Как в начале, так и в конце, все элементы существуют в непроявленном состоянии, и лишь в промежуточной стадии они проявляются. Если мы принимаем утверждение вет, приведенное в Бхагавадгите, и гласящее, что материальные тела погибают с течением времени, антаванта иметеха, но душа вечна, нитья сьокта шарира наха, то мы должны всегда помнить, что тело подобно одежде. К чему печалиться, снимая старую одежду? Предвечностью души материальное тело фактически не существует. Его существование подобно сну. Во сне мы можем представлять, что летаем в небе, или что выседаем в царской колеснице, но, пробуждаясь, обнаруживаем, что мы вовсе не на небе и не в колеснице. Ведическая мудрость призывает нас к самоосознанию, поскольку материальное тело не имеет фактического существования. Таким образом, в любом случае, верит ли человек в существование души или не верит, у него нет причины скорбеть о потере тела. Субтитры создавал DimaTorzok Текст 29 Комментарий Комментарий Гита Панишат в значительной степени основывается на принципах Упанишат. В Катха Упанишат говорится, что бесконечно малые души пребывают как в огромных телах животных и гигантского дерева баньян, так и в телах микроскопических бактерий, миллионы и миллиарды которых занимают всего лишь один дюйм пространства. Люди со скудными познаниями, а также люди, не умеющие обуздывать свои материальные желания, не могут постичь чудесных свойств индивидуальной духовной искорки, несмотря на то, что это знание преподносится им величайшим авторитетом, который преподал урок даже Брахме, первому живому существу во Вселенной. Из-за своего грубого материалистического представления о природе вещей, большинство людей нашего времени не способны вообразить, каким образом столь малая частица может быть столь велика и столь мала. Люди считают душу чудесной, либо вследствие ее строения, либо из-за ее внешних свойств. Введенные в заблуждение материальной энергии, они настолько погрузились в материальные предметы чувственного удовлетворения, что у них почти не осталось времени для самоосознания, хотя, как известно, без самоосознания все их действия в конце концов приведут их к поражению. Возможно, они даже не представляют себе, что можно, размышляя о душе, разрешить проблему материальных страданий. Иным людям нравится слушать о душе. Им даже случается посещать лекции на подобные темы. Это считается благоприятным времяпрепровождением. Однако, вследствие общего невежества, они бывают ввергнуты в заблуждение, рассматривая высшую душу и индивидуальную душу как одно целое, не видя разницы в их значимости. Очень трудно найти человека, который бы в совершенстве понимал положение высшей души, индивидуальной души, их соответствующей функции, взаимоотношения и все прочие основные и второстепенные детали. Еще труднее найти человека, который бы поистине извлек благо и знания о душе и который был бы способен описать различные аспекты ее положения. Но если так или иначе кому-то удается понять науку о душе, то жизнь его обретает смысл. Самый простой путь понимания науки о своем «я» – это принятие учения Бхагавадгиты, изложенного высшим авторитетом Господом Кришной, без отклонения в другие теории. Данный путь, тем не менее, предполагает значительную долю жертвенности и аскетизма либо в этой жизни, либо в предыдущей, прежде чем человек получит возможность принять Кришну как верховную личность Бога. Осознание Кришны возможно лишь беспричинной милостью чистого преданного и никак не иначе. Субтитры создавал DimaTorzok Текст тридцатый «О потомок Бхараты! Тот, кто воплощен в этом теле, никогда не может быть убитым, поэтому не стоит горевать ни об одном создании». Комментарий Этим высказыванием Господь завершает раздел своего учения, посвященный неизменности души. Описывая бессмертную душу в ее различных аспектах, Господь Кришну устанавливает, что душа вечна и что тело временна. Поэтому Арджуни, как кшатрию, не следует уклоняться от исполнения своего долга и страха перед тем, что его дед и учитель, Пхишма и Дрона, могут погибнуть в бою. Полагаясь на авторитет Кришны, мы должны поверить в существование души, отличное от материального тела, и не считать, что признаки жизни это результат взаимодействия химических элементов, проявляющийся на определенной стадии развития материи. Однако, хотя душа и бессмертна, насилие не поощряется. Лишь когда в нем есть действительная необходимость, например, в военное время, насилие может применяться, но не по собственной прихоти, а только санкции Всевышнего Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Текст тридцать первый Бог, верховная личность, сказал «Что же касается твоего долга к шатрия, то знай, что для тебя нет ничего лучше, чем сражаться за религиозные принципы, поэтому ты не должен иметь никаких колебаний». Комментарий По ведической классификации те, кто принадлежат к классу правителей, называются кшатриями. Кшат означает причинять боль, вредить. Тот, кто защищает от этого, называется кшатрием. Обычно кшатрий проходит боевую подготовку следующим образом. Он идет в лес, вызывает на бой тигра и, вооруженный мечом, вступает в схватку с ним один на один. Когда тигр убит, то совершается царский обряд сожжения. Цари кшатрии Джайпура до сих пор еще следуют этому обычаю. В ходе специальной подготовки кшатрии учатся вызывать на бой противника и убивать его, ибо насилие иногда необходимо для защиты религиозных принципов. Кшатрии не обязаны принимать саньясу или отреченный образ жизни. Отказ от насилия в политике может быть хорош для дипломатических целей, но он никогда не должен возводиться в принцип. В религиозном своде законов говорится, царь или кшатрий, погибающий на поле боя в сражении с врагом, достоин после смерти вознестись на райские планеты, так же как Брахман достигает высших планет, принося в жертву животных на священном огне. Таким образом, убийство в бою во имя религиозных принципов и убиение животных на жертвенном огне не считаются актами насилия, ибо совершаются в соответствии с религиозными заповедями и являются благом для всех. Принесенные в жертву животные сразу же получают жизнь в теле человека, не проходя постепенной эволюции от одной формы жизни к другой. Кшатрии же, убитые в бою, как и Брахманы, совершающие жертвоприношения, попадают на райские планеты. Существует два вида свадхарма, специфических обязанностей. Пока человек обусловлен материей, он должен исполнять определенные обязанности, соответствующие его телу, в котором он воплощен, и при этом следовать религиозным принципам. После освобождения обязанности человека, свадхарма, становятся духовными, и выходят за рамки материалистических телесных представлений. На телесном уровне особые обязанности предусматриваются как для брахманов, так и для кшатриев, и эти обязанности обойти нельзя. Сватхарма налагается Господом, что будет более подробно объясняться в четвертой главе. На телесном уровне свадхарма называется Варнашрамадхарма. Человеческая цивилизация начинается со стадии Варнашрамадхарма, то есть стадии исполнения особых обязанностей, определяемых гуны, в которой пребывает данное тело. Исполнение человеком своих обязанностей в любой области деятельности, согласно указаниям свыше, поднимает его на более высокую ступень жизни. Текст 32-й, О Партха, счастливый кшатрии, которым нежданно выпадает возможность сражаться, распахивая перед ними врата райских планет. Комментарий Будучи высшим учителем, Господь Кришна осуждает отношение Арджуны, которое выразилось в его словах, «Я не вижу смысла в этой битве, из-за нее мне придется вечно находиться в аду». Такое заявление Арджуны было следствием его неведения. Он хотел избежать насилия, выполняя свои обязанности, но для кшатрия, находящегося на поле боя, отказ от насилия не слишком разумен. В Парашарасмрите, религиозном кодексе, составленном Парашарой, великим мудрецом, отцом Фьесадевы, говорится, «Долг кшатрия защищать граждан от любых опасностей, и поэтому он иногда должен применять насилие, чтобы поддерживать закон и порядок. Он должен побеждать вражеских солдат и управлять миром согласно религиозным принципам». Итак, у Арджуны не было никаких причин отказываться от сражения. Если он победит врага, он будет наслаждаться земным царством, если же погибнет, то попадет на райские планеты, врата которых будут для него раскрыты. Поэтому в любом случае он выигрывает. Текст 33. «Если однако ты не исполнишь свой религиозный долг и не будешь сражаться, то совершишь грех, пренебрегая своими обязанностями и таким образом потеряешь репутацию воина». Комментарии Арджуна был прославленным воином, завоевавшим славу в боях со многими великими полубогами, в том числе с господом Шивой. Успешно сразившись с господом Шивой, облаченным в одежду охотника, Арджуна доставил ему удовольствие и получил в награду оружие, называемое Пашупата-Астра. Все знали, что он великий воин. Даже Дрон-Ачария дал ему свое благословение и наградил его особым оружием, с помощью которого он мог бы убить даже своего учителя. Таким образом, Арджуна был обладателем многочисленных воинских наград, полученных от многих великих личностей, в том числе от своего приемного отца, небесного царя Индры. Но если бы Арджуна покинул поле боя, он не только не выполнил бы долг Шатрия, но и утратил бы всю славу и доброе имя, подготовив себе тем самым прямую дорогу в ад. Иными словами, он попал бы в ад не за то, что принял участие в сражении, а за отказ от него. Музыка Текст 34. Люди будут всегда говорить о Твоем позоре, а для достойного человека бесчестье хуже смерти. Комментарий. Как друг и советник Арджуны, Господь Кришна выносит Своё окончательное суждение об отказе Арджуны участвовать в сражении. Господь говорит, Арджуна, если ты покинешь поле битвы еще до ее начала, то люди назовут тебя трусом, и если ты думаешь, что убежав с поля боя, ты спасешь свою жизнь, а там пусть люди называют тебя, как хотят, то мой совет — лучше погибнуть в сражении. Для такого уважаемого человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому тебе не пристало обращаться в бегство, опасаясь за свою жизнь. Уж лучше погибнуть в бою. Иначе люди будут говорить, что ты злоупотребил моей дружбой, и ты потеряешь весь свой престиж в обществе. Итак, согласно окончательному приговору Господа, Арджуна должен был сражаться насмерть, не отступая. Текст 35 Великие полководцы, превозносившие твое имя и славу, подумают, что ты покинул поле боя только из страха, и будут считать тебя трусом. Комментарий Господь Кришна продолжает здесь высказывать свое мнение Арджуне. Не думай, что такие полководцы, как Дорьотхана и Карна, а также другие, сочтут, что ты покинул поле боя из сострадания к братьям и деду. Они будут считать, что ты бежал из страха за свою жизнь. Поэтому ты лишишься их уважения. Текст 36 Враги станут поносить тебя и презирать твою силу. Что может быть для тебя более обидным? Комментарий Вначале Господь Кришна был удивлен неуместным призывом Арджуны к состраданию. Он сказал, что такое сострадание неприличествует ариям, подробно обосновав свое утверждение. Текст 37 О, сын Кунтий, либо ты погибнешь на поле боя и достигнешь райских планет, либо победишь и насладишься земным царством. Поэтому поднимись и сражайся. Комментарий Несмотря на отсутствие уверенности в победе, Арджуна все равно обязан был вступить в битву. Но погибнув, он поднялся бы на райские планеты. Текст 38 Сражайся лишь ради самого сражения, не думая о счастье или несчастье, выигрыше или потере, победе или поражении. Поступая так, ты никогда не навлечешь на себя греха. Комментарий Господь Кришна теперь прямо говорит, что Арджуна должен сражаться, ибо этой битвы желает он сам. Нет разницы между счастьем и несчастьем, приобретением и потерей, победой и поражением, если действие совершается в сознании Кришны. Все, что делается, должно совершаться во имя Господа. В этом заключается трансцендентное сознание. Поэтому при такой материальной деятельности отсутствуют кармические последствия. Тот, кто действует ради собственного чувственного удовлетворения, будь он в гуне добродетели или в гуне страсти, пожинает плоды своих действий, либо хорошие, либо плохие. Ну а тот, кто полностью отдал себя деятельности в сознании Кришны, больше никому ничего не должен, в отличие от человека, занятого обычной деятельностью. В Шримад-Бхагвата говорится, всякий, кто полностью предался Кришне, Мукунде, оставив все другие обязанности, больше ничего никому не должен, ни полубогам, ни мудрецам, ни людям в целом, ни родственникам, ни человечеству, ни предкам. Здесь Кришна только в общем излагает идею, которая будет развиваться в последующих стихах. Субтитры создавал DimaTorzok Всевышний Господь сказал До сих пор я описал тебе аналитический путь обретения знания. Теперь послушай, как можно достичь его путем бескорыстной деятельности. О, сын Притхи, обладая этим знанием, ты сможешь освободиться от кармических последствий. Комментарий Нирукти Нирукти, ведический словарь, разъясняет слово Санхья как то, что подробно описывает явление. Также слово Санхья относится к философии, предметом которой является истинная природа души. Понятие йога подразумевает управление чувствами. Намерение Арджуны не участвовать в сражении было основано на стремлении удовлетворять свои чувства. Забыв о своем первостепенном долге, он хотел уклониться от сражения, так как думал, что, сохранив жизнь родственникам и близким, он будет более счастлив. Но, так или иначе, он руководствовался желанием удовлетворить свои чувства. Говорит ли он о счастье, приобретенном в результате победы над родственниками, или о счастье видеть их живыми, в любом случае, речь идет о его личных интересах, в жертву которым он приносит мудрость и долг. Поэтому Кришна хотел объяснить Арджуне, что, убив тело своего деда, он не убьет его душу, так как все индивидуальные души, включая самого Господа, вечны. Они существовали индивидуально в прошлом, существуют как индивидуальности в настоящем и останутся индивидуальностями в будущем. Мы лишь меняем наши тела как одежду, но сохраняем нашу индивидуальность даже после того, как освобождаемся из оков материальной оболочки. Итак, Господь Кришна подробно описал Арджуне природу, тело и души. Это изучение души и тела с разных сторон по определению словаря Нирукти называется Санхья. И не имеет никакого отношения к философии Санхьи атеиста Капилы. Задолго до самозванца Капилы философия Санхья была изложена в Шримад-Бхагаватам, истинным Господом Капилой, инкарнации Господа Кришны, поведавшим ее своей матери Девахути. Он ясно объяснил, что Пуруша, то есть Всевышний Господь, есть активное начало, и что Он создает материальный мир одним взглядом на энергию Пракрити. Того же мнения придерживаются и Веды, и Бхагаватгита. В Ведах описывается, как Господь, взглянув на Пракрити, то есть природу, наполнил ее бесконечно малыми индивидуальными душами. Вся деятельность этих индивидуальных душ в материальном мире направлена на чувственное удовлетворение, но они, находясь под чарами материальной энергии, считают, что наслаждаются. Такое умонастроение сохраняется вплоть до последнего этапа освобождения, когда живое существо желает слиться в одно со Всевышним Господом. Это последняя ловушка Майи, иллюзии, и лишь после многих-многих жизней, проведенных в таком стремлении к чувственному удовлетворению, великая душа предает себя Васудеве Господу Кришне, тем самым завершая свои поиски высшей истины. Арджуна Кришна уже признал Кришну своим духовным учителем, полностью вручив себя Ему. Теперь Кришна расскажет Ему о процессе будхи-йоги или карма-йоги, другими словами, о практике преданного служения ради удовлетворения чувств Господа. В 10 стихе 10 главы объясняется, что будхи-йога – это непосредственное общение с Господом, пребывающим в сердце каждого в форме параматмы. Однако это общение невозможно осуществить без преданного служения. Тот, кто пребывает в состоянии преданного любовного служения Господу, то есть находится в сознании Кришны, особой милостью Господа достигает стадии будхи-йоги. Господь говорит поэтому, что только тот, кто, испытывая трансцендентную любовь к Нему, всегда занят преданным служением, получает в награду истинное понимание любви и преданности. Таким образом, преданный Господа легко может достичь Его в Его вечном царстве, полном блаженства. Итак, будхи-йога, упомянутая в этом стихе, означает «преданное служение Господу», а слово «санхи», отмеченное выше, не имеет ничего общего с атеистическим учением самозванца Капилы. Было бы ошибкой считать, что санхи-йога, упомянутая здесь, сколько-нибудь связана с атеистической санхией. Эта атеистическая философия не пользовалась популярностью во время битвы на Курукшетре, да и Господь Кришна не счел бы эти безбожные философские измышления достойными упоминания. Истинная философия санхи изложена Господом Капилой в Шримад-Бхагватам, но даже и она никак не связана с тем, что обсуждается здесь. В этом стихе слово «санхи» означает «аналитическое описание тела и души». Господь Кришна дал аналитическое описание души, чтобы подвести Арджуну к понятию «будхи-йоги» или «бхакти-йоги». Таким образом, санхи Господа Кришны и санхи Господа Капилы, изложенные в Шримад-Бхагватам, обозначают одно и то же – бхакти-йогу. Поэтому Господь сказал, что лишь неразумные люди делают различия между санхи-йогой и бхакти-йогой. Безусловно, атеистическая санхи-йога никак не связана с бхакти-йогой, и все же находятся неразумные люди, утверждающие, что именно о ней говорится в Бхагватгиде. Итак, следует понимать, что бхакти-йога есть деятельность в сознании Кришны, в преданном служении Господу, полном знания и блаженства. Тот, кто действует, стараясь угодить Всевышнему Господу, как бы ни была трудна его работа, выполняет принципы будхи-йоги и поэтому всегда пребывает в состоянии духовного блаженства. Занимаясь такой духовной деятельностью, милостью Господа, человек обретает духовное знание и таким образом достигает освобождения, не затрачивая на это каких-либо особых усилий. Существует большая разница между деятельностью в сознании Кришны и деятельностью, совершаемой ради удовлетворения чувств, достижения материального счастья. Таким образом, трансцендентная деятельность – это деятельность, совершаемая в духе будхи-йоги. Текст сороковой В этой попытке нет никакого убытка или потери, и даже небольшое продвижение по этому пути защитит человека от самых опасных видов страха. Комментарий Всякая деятельность, предпринятая в материальном мире, должна быть завершена, иначе все усилия будут затрачены напрасно. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, всегда влечет за собой положительный эффект, даже если она не закончена. Совершающий такую деятельность не остается в проигрыше, даже если его работа, выполняемая в сознании Кришны, не доведена до конца. Если всего лишь один процент работы произведен в сознании Кришны, то результаты ее не пропадут, и следующий этап начнется с этого уровня, в то время как в материальной деятельности, если работа не завершена на все сто процентов, то пользы от нее никакой не будет. Аджамила исполнял свои обязанности, обладая сознанием Кришны лишь в небольшой степени, но в конце был вознагражден сторицей по милости Господа. В Шримад-Бхагватам есть по этому поводу чудесный стих. Если человек откажется от материальной деятельности ради того, чтобы служить Кришне, но падает, не завершив этого пути, то чего он теряет? И в то же время, если он будет в совершенстве осуществлять свою материальную деятельность, то что он достигнет? Как говорят христиане, какая польза человеку обрести весь мир, если он теряет свою вечную душу? Материальные действия и их плоды кончаются вместе с телом. Но деятельность, совершаемая в сознании Кришны, снова приведет человека к сознанию Кришны в его следующей жизни. По меньшей мере, ему обязательно будет дана возможность вновь родиться человеком в семье благородного, образованного Брахмана, или в семье богатой аристократии, и получить таким образом возможность для дальнейшего духовного прогресса. Таково уникальное качество любой деятельности, совершаемой в сознании Кришны. Текст 41 Стоящие на этом пути решительны в своих намерениях, и их цель едина. О возлюбленный сын Куру! Разум тех, кто нерешителен, ветвист. Комментарий Сильная вера человека в то, что благодаря сознанию Кришны он достигнет высшего совершенства в жизни, называется интеллектом в Ява-Саятмика. В читании Чаритамрати говорится, вера означает неотступное стремление к чему-то возвышенному. Тому, кто занят служением Кришне, нет необходимости согласовывать свои действия с материальным миром, выполняя обязанности по отношению к семье, нации, человечеству в целом. Деятельность, направленная на получение выгоды, обуславливается нашими прошлыми хорошими и плохими поступками. Однако тот, чье сознание Кришны пробудилось, больше уже не должен стремиться в своей деятельности к положительным результатам. У того, кто пребывает в сознании Кришны, вся деятельность протекает на абсолютном уровне, поскольку над ней больше не давлеет двойственность добра и зла. Высшим совершенством сознания Кришны является отказ от материалистического представления о жизни. Это состояние достигается, само собой, в процессе постепенного развития сознания Кришны. Стойкость человека в сознании Кришны основана на знании. Васудева-сарвамы-ти-сама-хатма-судурла-бага. Человек, обладающий сознанием Кришны, это редкая добродетельная душа, совершенно осознавшая, что Васудева или Кришна есть корень всех проявленных причин. Подобно тому, как поливая корни дерева, человек тем самым питает водой и ветви, и листья, так и действуя в сознании Кришны, он оказывает наивысшую услугу всем – себе, семье, обществу, стране и человечеству в целом. Если Кришна будет удовлетворен чьей-либо деятельностью, то и все остальные будут удовлетворены также. Лучше всего служить Господу под умелым руководством духовного учителя, являющегося истинным представителем Кришны, знающим особенности ученика и умеющим направить его действия в верное русло сознания Кришны. По существу, для того, чтобы хорошо овладеть сознанием Кришны, нужно действовать с твердостью и решимостью, подчиняясь представителю Кришны. Исполнение указаний истинного духовного учителя следует считать главной целью своей жизни. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своих знаменитых молитвах, обращенных к духовному учителю, дает нам следующее наставление. Удовлетворяя духовного учителя, мы удовлетворяем верховную личность Господа. Без этого мы никогда не сможем подняться до уровня сознания Кришны. Поэтому нужно трижды в день возносить ему горячие молитвы, прося его милости, а также приносить ему почтительные поклоны. Однако весь этот процесс основывается на совершенном знании о душе, выходящем за пределы телесной концепции. Это знание не теоретическое, а практическое. Оно дает возможность положить конец деятельности, имеющей целью чувственное наслаждение. Тот же, кто не может сосредоточить свои мысли таким образом, будет действовать из материальных побуждений. ЯМИМАМ, ПУШПИТА, ВАЧАМ, ПРАВДАЛ, ТВИПАШЧИТА, ВЕДАВАДАРТА, ПАТА, НАНЯДСТИТИВАДИНА, КАМАТМАНА, СВАРГАПАНА, ЖАНМА, КАЛМА, КХЛА, ПРАНА, ТРИЯВИЩЕ ИШЕГО ХОВУРА БОГА ИШВАРИЯ ДАТИМ ПРАТИТИ Тексты 42-43 СВЕВЫШНИЙ ГОСПОДЬ СкАЗАЛ Люди со скудными знаниями прельщаются цветистым языком вет, которые предлагают различные кармические действия для достижения райских планет, высокого рождения и завоевания могущества. Стремясь к чувственному наслаждению и богатству, они говорят, что нет ничего выше этого. Комментарий В своем большинстве люди не слишком разумны и вследствие невежества очень привязаны к кармическим действиям, рекомендованным в разделах вет, называемых кармаканда. Все их стремления ограничиваются желаниями, связанными с чувственным наслаждением. И они хотят попасть на небеса, где можно наслаждаться жизнью и где в изобилии имеются вино, женщины и материальное богатство в порядке вещей. Для вознесения на райские планеты веды рекомендуют множество жертвоприношений, в частности, жертвоприношения джиотиштома. Там говорится, что желающий вознестись на райские планеты должен совершать такие жертвоприношения, и поэтому люди, познания которых невелики, считают, что в этом и заключается суть ведической мудрости. Таким неискушенным людям бывает очень трудно решительно стать на путь сознания Кришны. Точно так же, как глупцы, не представляя себе возможных последствий, прельщаются цветами ядовитых деревьев, так и темные люди обольщаются райскими богатствами и связанными с ними чувственными удовольствиями. В ведах, в разделе Кармаканда, говорится, что тот, кто в течение четырех месяцев проходит через топасью, получает право отведать напиток Сомараса и таким образом обрести бессмертие и вечное счастье. Некоторые стремятся даже здесь, на Земле, испробовать Сомараса, чтобы стать сильными и способными во всей полноте испытывать чувственные наслаждения. Такие люди не верят в освобождение из оков материального мира и тяготеют к пышным ведическим обрядам, стремясь лишь к райским наслаждениям в жизни. Известно, что на райских планетах существуют сады, называемые Нанданандана, где все благоприятствует общению с ангелоподобными прелестными женщинами и где в изобилии льется вино Сомараса. Такого рода телесное счастье, безусловно, имеет чувственную природу. Таким образом, эти люди хотят господствовать в материальном мире, и их привлекает лишь временное материальное счастье. Текст 44 Комментарий Самадхи означает ум, поглощенный самопознанием. В ведическом словаре Нерукти говорится. Состояние, при котором ум сконцентрирован на постижении собственной сущности, называется самадхи. Самадхи недоступны для тех, кто стремится к материальному чувственному удовлетворению, а также для тех, кто введены в заблуждение подобными приходящими вещами. Таким людям материальная энергия выносит соответствующий приговор. Текст 45 Веды говорят в основном о трех гунах материальной природы. Поднимись над этими гунами у Арджуна, освободись от всякой двойственности и не беспокойся о собственной выгоде и безопасности, и утвердись в своей сущности. Всякая материальная деятельность предполагает действия и их последствия в трех гунах материальной природы. Если в ведах описываются различные виды такой деятельности, то это делается для того, чтобы помочь людям постепенно подняться с уровня чувственного удовлетворения на трансцендентный уровень. Арджуна, как ученик и друг Господа Кришны, получает от него совет подняться на трансцендентный уровень философии Веданды, начальной ступенью которой является Брахма Джигьяса, или вопросы высшей духовной реальности. Все живые существа в материальном мире изо всех сил борются за существование. Сотворив материальный мир, Господь дал им ведическое знание, советуя, как жить и освободиться из материальных оков. Когда человек прекращает деятельность, направленную на чувственное удовлетворение, о которой говорится в главе Кармаканда, упанишады предоставляют ему возможность духовного познания. Упанишады составляют часть Вед, подобно тому, как Пагавадгита входит в состав Пятой Веды Махабхараты. Упанишады знаменуют начало трансцендентной жизни. Пока существует материальное тело, существуют также действия и их последствия в гунах материальной природы. Следует научиться выносить двойственность явлений, радость и горе, жару и холод, меряясь с этой двойственностью, освободиться от всяких забот, связанных с приобретением и потерей. Этот трансцендентный уровень достигается тем, кто в полной мере достиг сознания Кришны и полностью предался Ему. Субтитры создавал DimaTorzok Текст 46. Комментарий Таким образом, самоосознание означает осознание Кришны и своих вечных взаимоотношений с Ним. Живые существа являются неотъемлемыми частичками Кришны, поэтому восстановление сознания Кришны у индивидуальных живых существ представляет высшую стадию совершенства в ведическом знании. Это положение находит следующее подтверждение в Шримад-Бхагватам. О мой Господь, тот, кто повторяет Твое святое имя, даже будь он из самой низкой семьи Чандала, неприкасаемого, находится на высшем уровне самоосознания. Должно быть, в прошлом такой человек подвергал себя всевозможным видам тапасии, приносил разнообразные жертвы согласно ведическим обрядам, совершал омовения во всех местах паломничества и глубоко изучил ведическую литературу. Такой человек считается лучшим среди ариев. Таким образом, следует быть достаточно разумным и понять истинное назначение вед, а не слепо следовать обрядам, желая вознестись на райские планеты, чтобы изведать высшее чувственное наслаждение. Обыкновенный человек в наше время не в состоянии следовать всем предписаниям и правилам ведических обрядов, как не может он и досконально изучить всю веданту и упанишады. Осуществление предписаний вед требует много времени, энергии, знания и средств. Это вряд ли возможно в наше время. Но, тем не менее, высшей цели ведической культуры можно достичь, просто повторяя святое имя Господа, как то учил Господь Чайтанья, спаситель всех падших душ. Когда великий знаток ведической литературы Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью, почему он воспевает святое имя Господа, как какой-то сентименталист, вместо того, чтобы изучать философию веданты, то Господь Чайтанья ответил, что его духовный учитель считал его великим глупцом и поэтому велел ему просто воспевать святое имя Господа Кришны. Господь Чайтанья последовал этому указанию и впал в экстатическое состояние, подобно безумцу. В Кали-югу большинство людей не имеют достаточного образования, чтобы понять философию веданты. Высшая цель философии веданты может быть достигнута смиренным повторением святого имени Всевышнего Господа. Веданта есть последнее слово ведической мудрости, и ее автором и знатоком является Господь Кришна. Совершенный ведантист – это великая душа, наслаждающаяся воспеванием святого имени Господа. В этом состоит высший смысл всей философии вед. Текст 47 Ты имеешь право только исполнять свой долг, но ты не можешь посягать на плоды своего труда. Никогда не считай себя причиной результатов деятельности и не уклоняйся от исполнения долга. Комментарий Здесь обсуждаются три вопроса. Предписанные обязанности – деятельность по собственной прихоти и бездействию. Предписанные обязанности – деятельность, совершаемая в зависимости от гуноматериальной природы, действующих на данного человека. Деятельность по собственной прихоти подразумевает отсутствие санкции авторитета на ее совершение, а бездействие означает невыполнение предписанных обязанностей. Господь советует Арджуне не предаваться бездействию. Напротив, ему следует исполнять свой долг, не беспокоясь о результатах своих действий. Если человек привязан к результатам своего труда, он становится причиной действия. Поэтому он наслаждается или страдает в зависимости от ее результатов. Предписанные обязанности можно разделить на три категории – повседневная деятельность, действия в чрезвычайных обстоятельствах и действия, соответствующие собственному стремлению. Повседневная работа, совершаемая в соответствии с наставлениями священных писаний и без стремления к ее плодам, – это деятельность в гуне благости. Работа ради результатов сковывает и поэтому считается неблагоприятной. Каждый человек имеет право на исполнение предписанных обязанностей, но ему следует действовать, не беспокоясь о результатах. Такое бескорыстное исполнение своих обязанностей, несомненно, выводит человека на путь освобождения. В следствии этого, Господь советует Арджуне сражаться, просто повинуясь долгу и не беспокоиться о результатах. Отказ от участия в битве также является своего рода беспокойством о результате. Такое отношение препятствует освобождению. Любая привязанность, как положительная, так и отрицательная, является причиной нашего рабства. Бездействие – греховно. Поэтому единственным путем спасения для Арджуны было просто сражаться, как это предписывал его долг. Текст 48. Всевышний Господь сказал. О Арджуна, исполняй свои обязанности, отбросив всякую привязанность к успеху или неудаче. Такое самообладание называется йогой. Комментарий. Кришна советует Арджуне действовать в состоянии йоги. Что же означает йога? Находиться в йоге – значит сосредоточить свой ум на Всевышнем Господе, контролируя свои вечно беспокойные чувства. А раз Господь велит Арджуне сражаться, то результаты этого сражения не затрагивают Арджуну. Победа или поражение – это забота Кришны. Арджуне лишь следует действовать согласно его указаниям. Следовать указаниям Кришны – это истинная йога и обучаются ей в процессе, называемом сознании Кришны. Только в сознании Кришны можно избавиться от чувства собственности. Нужно стать слугой Кришны или же слугой слуги Кришны. Вот верный путь для исполнения долга в сознании Кришны, который сам по себе может помочь человеку овладеть йогой. Как к шатри Арджуна входит в систему Варнашрама Дхарма. Вишну Пурани говорится, что в системе Варнашрама Дхарма все направлено на удовлетворение Господа Вишну. Не следует стремиться к собственному удовлетворению, как это обычно делается в материальном мире, но лишь к удовлетворению Верховной Личности Бога Кришны. Текст 49. О, Дхананджая, путем преданного служения, избавься от всех недостойных действий и в таком сознании предайся Господу. Те, кто желают наслаждаться плодами своего труда, несчастны. Комментарий. Тот, кто поистине достиг понимания своего изначального положения, как вечного слуги Кришны, отказывается от всех обязанностей, помимо деятельности в сознании Кришны. Как уже объяснялось, буддхи-йога означает трансцендентное любовное служение Господу. Такое преданное служение определяет правильную линию поведения для всякого живого существа. Лишь скупцы стремятся пожинать плоды своих трудов, чтобы еще больше погрязнуть в материальном мире. Все виды деятельности, за исключением деятельности в сознании Кришны, не стоят трудов, поскольку они снова и снова связывают исполняющего их с процессом рождения и смерти. Поэтому не следует стремиться самому быть причиной деятельности. Все должно совершаться в сознании Кришны для его удовлетворения. Скупцы не умеют правильно использовать богатство, приобретаемое волею судьбы или тяжким трудом. Нужно использовать всю свою энергию, действуя в сознании Кришны, и тогда жизнь будет успешной. Но, подобно скупцам, несчастные люди не используют свою энергию в преданном служении Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Текст 50-й Человек, занятый преданным служением Господу, освобождается от кармических последствий, как хороших, так и плохих, уже в этой жизни. Поэтому стремись к йоге у Арджуна, в которой заключено искусство всякой деятельности. Комментарий С незапамятных времен, каждое живое существо накопило многочисленные, как плохие, так и хорошие кармические реакции. Находясь в таком положении, оно пребывает в неведении относительно своего истинного положения. Это неведение может быть рассеяно, если последовать учению Бхагавадгиты, призывающему полностью вручить себя Господу Шри Кришне. Таким образом, человек освободится от мучительной цепи страданий, доставляемых действиями и их последствиями из жизни в жизнь. Поэтому Арджуна получает совет действовать в сознании Кришны, чтобы освободиться от цепей кармы. Текст пятьдесят первый Мудрые, посвящая себя преданному служению Господу, освобождаются от последствий материальной деятельности. Покидая круговорот рождения и смерти, они достигают состояния неподвластного страдания. Комментарий Освобожденные живые существа стремятся туда, где нет страданий материального мира. В Шримад-Бхагаватам говорится, для того, кто укрылся у лотосных стоп Господа, дающего прибежище всему космическому творению, и известного под именем Мукунды, то есть дающего освобождение, весь океан материального мира подобен лужице в ямке от телячьего копытца. Его цель – Вайкундха, или место, где нет материальных страданий. В следствии невежества человек не понимает, что этот материальный мир есть жалкое место, где на каждом шагу притаилась опасность. Лишь по невежеству неразумные люди стараются приспособиться к обстоятельствам, занимаясь кармической деятельностью и полагая, что плоды их труда сделают их счастливыми. Они не знают, что во всей Вселенной никакое материальное тело не может обеспечить нам жизнь без страданий. Страдания, присущие материальной жизни, а именно рождение, болезнь, старость и смерть, существуют в материальном мире всюду. Но тот, кто осознает свое истинное положение вечного слуги Господа, а значит и положение Верховной Личности, посвящает себя трансцендентному любовному служению Всевышнему. В следствии этого он обретает право попасть на планеты духовного мира Вайкундхи, жизнь на которых не подвластна ни страданию, ни времени, ни смерти. Понимание своего истинного положения означает также понимание величия Господа. Тот, кто ошибочно считает, что Всевышний Господь и живое существо находится на одном уровне, пребывает в невежестве и поэтому не способен к преданному служению. Такой человек сам называет себя Богом и прокладывает себе путь к повторению рождения и смерти. Но тот, кто, понимая свое положение слуги, отдает себя служению Господу, сразу же становится достойным Вайкундхалоки. Служение Господу называется карма-йогой или будхи-йогой или просто преданным служением. Текст 52. Когда твой разум выберется из плотного покрова заблуждений, тебе будет безразлично все, что было услышано, и все, что ты услышишь в будущем. В жизни великих преданных Господа имеется множество примеров тому, как люди становились безразличными к совершению ведических обрядов только вследствие своего преданного служения Господу. Человек, который действительно приходит к пониманию Кришны и своих взаимоотношений с Ним, даже будучи опытным брахманом, становится безразличным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Шримадхавендра Пури, великий преданный и ачарья ученической преемственности, говорит «О мои молитвы три раза в день! Хвала вам! О омовение! Хвала вам! О полубоги! О предки! Не вините меня за неспособность почитать вас! Где бы я теперь ни находился, я вспоминаю великого потомка династии Яду, Кришну, врага Камсы, и таким образом освобождаюсь от оков греха. Я думаю, что этого для меня достаточно». Ведические обряды и церемонии обязательны для начинающих преданных. Они включают произнесение всевозможных молитв трижды в день, полное омовение рано утром, почитание предков и т.д. Но тот, кто полностью находится в сознании Кришны и посвящает себя трансцендентному любовному служению ему, уже достиг совершенства и поэтому теряет интерес ко всем упомянутым регулирующим принципам. С человека, поднявшегося до уровня самоосознания путем служения Всевышнему Господу, снимается обязанность подвергать себя тапасье и совершать различные жертвоприношения, установленные в Писаниях. С другой стороны, тот, кто не понял, что веды предназначены для постижения Кришны и лишь формально участвует в обрядах, попусту тратит время. Лица, пребывающие в сознании Кришны, выходят за границы Шабда-Брамы, границы вед и Упанишат. Текст 53. Когда цветистый язык вед больше не будет волновать твой ум, постоянно пребывающий в трансе самореализации, тогда ты достигнешь божественного сознания. Комментарий. Пребывать в самадхи означает полностью достигнуть сознания Кришны, то есть находящийся в полном самадхи постиг Прахмана, Параматму и Бхагавана. Высшее совершенство самоосознания заключается в том, чтобы понять, что человек есть вечный слуга Господа Кришны, и его единственное занятие – выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Человек, осознавший Кришну, то есть стойкий преданный, не должен сбиваться с толку витиеватым языком вед и выполнять материальную деятельность ради достижения райского царства. Находясь в сознании Кришны, он непосредственно общается с Господом, и в этом трансцендентном состоянии он может понять все его указания. Такие действия, несомненно, принесут успех и откроют доступ к высшему знанию. Следует лишь выполнять наставления, исходящие от Кришны или от его представителя, духовного учителя. СТИТА ПРАНЬЯ ССЬКАА БХАША, САМАДХИ СТАСЬЯ КЕШАВА, СТИТА ДХИКИМ ПРАБХАШЕТА, КИМАСЕТА БРАЖЕТА КИМ. Текст 54. Арджуна сказал. «О, Кришна, каковы признаки человека, погруженного в трансцендентное сознание? Что он говорит и каким языком? Как сидит, как ходит?» Комментарий. Точно так же, как в каждом человеке проявляются определенные особенности в зависимости от его состояния, так и личность, пребывающая в сознании Кришны, обладает определенными свойствами, проявляющимися в речи, походке, образе мышления, выражении чувств и тому подобное. Существуют определенные признаки, показывающие, что человек богат, или что он болен, или не очень образован и т.д. Подобным же образом особые черты присущи человеку, пребывающему в трансцендентном сознании Кришны, которые выражаются в его действиях. Каковы эти признаки, можно узнать из Бхагавадгиты. Самой важной особенностью человека, пребывающего в сознании Кришны, является его умение говорить, поскольку речь – это самое важное человеческое качество. Говорят, что глупца не видно, пока он молчит, а уж распознать хорошо одетого глупца просто невозможно до тех пор, пока он не заговорит. Но как только он раскрывает рот, все становится очевидным. Самый несомненный признак человека, осознающего Кришну, заключается в том, что он говорит только о Кришне и о том, что с ним связано. Другие признаки следуют само собой, о чем будет рассказано далее. Текст 55. Бог, верховная личность, сказал. О партха, когда человек отказывается от всех желаний чувственного удовлетворения, возникающих от умственных измышлений, когда он, очистившись таким образом, находит удовлетворение в своей истинной сущности, то про него говорят, что он пребывает в чистом, трансцендентном сознании. Комментарий. Поэтому здесь определенно сказано, что следует отказаться от всех чувственных устремлений, порождаемых блужданием ума. Такие стремления нельзя искоренить искусственным путем. Однако, когда человек занят служением в сознании Кришны, эти стремления отступают сами по себе, без каких-либо невероятных усилий. Поэтому следует без колебаний начать деятельность в сознании Кришны, ибо преданное служение Господу сразу же дает возможность подняться на уровень трансцендентного сознания. Духовно развитый человек всегда находит удовлетворение в себе самом, так как он осознал свое положение вечного слуги Господа. Человек, пребывающий в таком трансцендентном состоянии, не имеет чувственных устремлений, обусловленных жалкими материалистическими взглядами. Напротив, он всегда счастлив в своем естественном положении вечного слуги Всевышнего Господа. Текст 56 Комментарий 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 Текст пятьдесят седьмой. Тот, кто не слишком радуется, случись с ним что-то хорошее, и не слишком переживает, случись плохое, утвердился в совершенном знании. Комментарий. В материальном мире всегда происходят те или иные бурные события, как хорошие, так и плохие. Человека, которого такие события не ввергают в беспокойство, который не подвержен воздействию добра и зла, следует считать утвердившимся в сознании Кришны. Пребывание в материальном мире всегда связано с проявлениями добра и зла, ибо мир полон двойственных явлений. Но утвердившийся в сознании Кришны не подвержен воздействию добра и зла, ибо все его мысли сосредоточены на Кришне, который является добром в абсолютном смысле слова. Когда сознание человека таким образом полностью поглощено Кришной, это означает, что он достиг совершенного трансцендентного состояния, называемого специальным термином самадхи. Продолжение следует... Текст 58-й Тот, кто способен отвлечь свои чувства от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает под панцирь свои конечности, уже утвердился в совершенном сознании. Комментарий Йога преданного или самореализованную душу определяет его способность управлять чувствами согласно своим намерениям. Большинство людей, однако, являются рабами чувств и поэтому в своих действиях руководствуются тем, что чувства им приказывают. Чувства можно сравнить с ядовитыми змеями, стремящимися делать все, что им вздумается, без правил и ограничений. В этом состоит ответ на вопрос, что такое йог. Настоящий йог или преданный господа должен обладать большой силой, чтобы подчинить себе чувства, подобно заклинателю змей, никогда не позволяя им действовать независимо от своей воли. В писаниях имеется множество наставлений по этому поводу. Некоторые из них предписывают что-либо, другие, наоборот, запрещают. Тот, кто не способен следовать этим двум типам наставлений, ограничивая себя в чувственном удовлетворении, не может утвердиться в сознании Кришны. Лучший пример этому приводится в этом стихе, это пример черепахи. Черепаха может в любой момент вобрать в себя конечности и в любой момент выпустить их снова для определенных целей. Точно так же человек, пребывающий в сознании Кришны, использует свои чувства лишь для определенной цели, если это нужно для служения Господу, и отключает их в остальное время. Здесь Арджуни дается совет использовать свои чувства в служении Господу, а не для собственного удовлетворения. Постоянное подчинение чувств служению Господу имеет сходство с поведением черепахи, втягивающей внутрь конечности, когда они не требуются. Текст 59. Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, хотя вкус к ним остается, но испытывая высшее наслаждение, она теряет вкус к прежним привязанностям и утверждается в сознании. Комментарий. Не находясь на духовном уровне, невозможно отказаться от чувственных наслаждений. Устранение склонности к чувственному удовлетворению посредством выполнения правил и предписаний чем-то напоминает ограничения в диете больного, исключающие употребление некоторых продуктов. Однако пациент не любит таких ограничений и ему не перестает нравиться вкус этих продуктов. Подобным же образом, обуздание чувств, осуществляемое в ходе некоего духовного процесса, как, например, аштанга-йоги, посредством выполнения ямы, ниямы, асаны, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дьяны и других, рекомендуется для менее разумных людей, которые не знают ничего лучшего. Однако тот, кто в ходе своего утверждения в сознании Кришны узнал красоту Всевышнего Господа, теряет вкус к мертвым предметам материального мира. Таким образом, для менее разумных людей, для новичков на пути духовного развития существуют определенные ограничения, но в действительности эти ограничения действуют только если у человека есть вкус к сознанию Кришны. Для того, кто действительно обладает сознанием Кришны, материальные ценности тускнеют и теряют свою притягательную силу. Субтитры создавал DimaTorzok Текст 60-й Всевышний Господь сказал Комментарий Комментарий Многие ученые-мудрецы, философы и трансценденталисты пытаются овладеть своими чувствами, но, несмотря на все их старания, даже самые великие из них иногда становятся жертвами материального чувственного наслаждения, что происходит из-за беспокойства их ума. Даже Вишвамитра, великий мудрец и совершенный йог, был соблазнен менакой, несмотря на все его усилия обуздать чувства суровым аскетизмом и практикой йоги. И, конечно же, мировая история знает много подобных случаев. То есть, не будучи в сознании Кришны, очень трудно управлять своим умом и чувствами. Не заняв ум служением Кришне, невозможно отказаться от материальной деятельности. Практический пример дает нам Шрия Муначарья, великий святой и преданный Господа, который говорит «С тех пор, как мой ум занят служением лотосным стопам Господа Кришны, и я постоянно черпаю в нем новую и новую духовную радость, при одной лишь мысли о сближении с женщиной я отворачиваюсь и сплевываю». Сознание Кришны есть нечто настолько прекрасное и духовное, что материальные удовольствия сами собой становятся неприятны тем, кто им обладает. Это подобно тому, как голодный человек утоляет свой голод прекрасной пищей. Текст 61. Тот, кто держит свои чувства под полным контролем, сосредоточив свое сознание на «мне», считается человеком твердого разума. Комментарий. Высшее совершенство йоги заключается в сознании Кришны. Это положение ясно изложено в данном стихе. Не обладая сознанием Кришны, невозможно подчинить себе чувства. Великий мудрец Дурваса Муни поссорился с Махараджи Амбаришей и из-за своей гордости впал в беспричинную ярость, не сумев таким образом сдержать свои чувства. Хотя царь не был столь сильным йогом, как мудрец, но, будучи преданным Господа, он безмолвно терпел неправедные нападки, вследствие чего и одержал победу. Царь сумел управлять своими чувствами, так как обладал качествами, описанными в Шримад-Бхагватам. Девятая песня, четвертая глава, стих восемнадцатый. Царь Амбариша сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа Кришны. Свою речь он посвятил описанию обители Господа. Руками он наводил порядок в храме Господа. Ушами слушал о деяниях Господа. Глазами глядел на форму Господа. А телом прикасался к телу преданного. Ноздрями вдыхая аромат цветов, поднесенных к лотосным стопам Господа. Языком ощущая вкус листьев тулоси, предложенных Господу. Ногами путешествуя в святое место, где расположен его храм. Голову склоняя перед Господом. А свои желания подчинив желаниям Господа. Все это сделало его достойным стать преданным Всевышнего Господа. Шрила Баладева Видья Бушана, великий ученый и ачарьев цепи ученической преемственности, замечает. Полностью подчинить себе чувства, возможно только силой преданного служения Кришне. Иногда в связи с этим приводится пример огня. Подобно пламени, сжигающему все, Господь Вишну, пребывающий в сердце йога, сжигает в нем все нечистое. Йога-сутра также предписывает погружаться в размышления о Господе Вишну, а не о пустоте. Так называемые йоги, медитация которых не направлена на какую-либо форму Вишну, попусту тратит свое время в поисках обманчивых видений. Мы должны обладать сознанием Кришны, быть преданными слугами Верховной Личности. В этом состоит цель истинной йоги. Субтитры создавал DimaTorzok Текст 62 Созерцая объекты чувств, человек развивает к ним привязанность. От этой привязанности рождается страсть, а из страсти рождается гнев. Комментарий Тот, кто не обладает сознанием Кришны, во время созерцания объектов чувств, становится подвержен желаниям материального характера. Чувства необходимо вовлекать в какую-либо деятельность, а если их не занять трансцендентным любовным служением Господу, они сами обязательно будут искать себе занятия в служении материи. В материальном мире каждое живое существо, в том числе Господь Шива и Господь Брахма, не говоря уже о других полубогах на райских планетах, подвержено воздействию объектов чувственного восприятия. И единственным способом выбраться из этого лабиринта материального существования является сознание Кришны. Господь Шива находился в состоянии глубокой медитации, но когда Парвати стала соблазнять его, он поддался, и результатом этого было рождение Картикеи. Когда Харидаса-Токур был еще молодым преданным, его пыталась обольстить инкарнация Майя-Деви, однако он, благодаря своей безраздельной преданности Господу Кришне, легко выдержал это испытание. Как свидетельствует вышеупомянутый стих ему начарьи, «Искренний преданный Господа избегает всех чувственных наслаждений материального мира, ибо он испытал высший вкус духовного наслаждения, общаясь со Всевышним Господом». В этом состоит секрет успеха. Однако тот, кто не обладает сознанием Кришны, как бы ни было велико его умение контролировать свои чувства, искусственно подавляя их, в конце концов неизбежно приходит к падению, ибо малейшая мысль о чувственном наслаждении побуждает его к удовлетворению своих желаний. Саннуха смрти бибхэма смрти бхэма смрти бхэмшат будхи нашо будхи нашо будхи нашо будхи нашо пранэшшати. Текст 63 Гнев порождает полное заблуждение. От заблуждения теряется память. Когда память потеряна, пропадает разум. А когда пропадает разум, человек вновь падает в материальную лужу. Комментарий Шрила Рупа Госвами в Бхактира Самрита Синдху дает нам следующее наставление. С развитием сознания Кришны приходит понимание того факта, что все можно обратить на службу Кришне. Не имеющие представления о сознании Кришны искусственно пытаются избежать соприкосновения с материальными объектами. В результате этого, несмотря на желание освободиться из материальных оков, они не достигают совершенной стадии отречения. Их так называемое отречение называется пхалгу, или менее существенное. Тот же, кто пребывает в сознании Кришны, понимает, каким образом можно все использовать в служении Господу. Поэтому он не становится жертвой материального сознания. Например, имперсоналисты считают, что Господь или Абсолют, будучи безличным, не может употреблять пищу. В то время как имперсоналисты стараются избежать употребления некоторых хороших продуктов, преданный Господа понимает, что Кришна – это тот, кто в конечном счете наслаждается всем, и он принимает все, что предлагается ему с любовью и преданностью. Поэтому преданный, предложив Господу вкусную пищу, берет в себе остатки, называемые просадом. Таким образом, все становится духовным, и опасность падения устраняется. Преданный принимает просадом, думая о Кришне, тогда как имперсоналист отвергает пищу, считая ее материальной. Таким образом, имперсоналист не может наслаждаться жизнью из-за собственного неестественного отречения, и по этой причине малейшее возбуждение ума вновь сбрасывает его в колодец материального существования. Считается, что такая душа, даже поднявшись до уровня освобождения, падает снова, поскольку не имеет опоры в преданном служении. Считается, что такая душа, даже поднявшись до уровня освобождения, свободный от любой привязанности и неприязни, и способный контролировать свое чувство путем регулирующих принципов освобождения, способен обрести полную милость Господа. Комментарий. Уже объяснялось, что при помощи различных методов можно добиться искусственного подчинения чувств. Однако, если эти чувства не заняты трансцендентным служением Господу, всегда остается возможность падения. Хотя может возникнуть впечатление, что человек, пребывающий в полном сознании Кришны, действует на чувственном уровне, но на самом деле, благодаря тому, что он обладает сознанием Кришны, он не привязывается к чувственной деятельности. Единственной заботой находящегося в сознании Кришны является удовлетворение Господа и ничего более. Поэтому он стоит выше любых привязанностей или неприязней. Если Кришна захочет, то преданный может совершить действие, нежелательное с обычной точки зрения. Но если это не желание Кришны, то он не станет делать и того, что сделал бы ради собственного удовлетворения при обычных обстоятельствах. Поэтому решение действовать или не действовать находится под его контролем, ибо только Кришна управляет им. Такое сознание достигается по беспричинной милости Господа, несмотря на привязанность преданного к чувственной сфере. Субтитры преданной субтитров А.Семкин Для того, кто находится в божественном сознании, трех видов материальных страданий больше не существует. В таком счастливом состоянии разум человека становится тверд. ПЕСНЯ Текст 66 Бог, Верховная Личность, сказал Тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни трансцендентного разума, ни стойкого ума, без которого невозможен мир. А как возможно счастье, когда нет мира? КОММЕНТАРИЙ Не пребывая в сознании Кришны, невозможно достичь умиротворения. В пятой главе подтверждается, что истинное спокойствие можно обрести лишь тогда, когда понимаешь, что всеми плодами жертвенной деятельности и аскетизма наслаждается Кришна. Что он обладатель всех проявлений Вселенной, и он истинный друг всех живых существ. Поэтому тот, кто не пребывает в сознании Кришны, не может постичь своим умом высшую цель. Беспокойство вызывается желанием знать конечную цель. И когда человек обретает уверенность в том, что это Кришна наслаждается всем, что он обладатель всего и друг каждому, то он сможет достичь спокойствия ума и душевного мира. Таким образом, занимающийся какой-либо деятельностью в отрыве от Верховной Личности Бога Кришны всегда страдает и не знает умиротворения, даже если ему удается создать видимость спокойствия и прогресса в духовной жизни. В сознании Кришны есть само по себе состояние умиротворения, которого можно достичь только во взаимоотношениях со Всевышним Господом. Текст 67. Как сильный ветер уносит лодку, так и одно единственное чувство, на котором сосредоточен ум, способно увести в сторону человеческий разум. Комментарий. Если все чувства не заняты служением Господу, то достаточно одного из них, обращенного к чувственному удовлетворению, чтобы сбить преданного с духовного пути. Как говорится в жизнеописании Махараджа Амбариши, все чувства должны быть вовлечены в сознание Кришны. Это есть верный способ контролировать ум. Текст 68. А поэтому, о могучий, тот, чьи чувства ограждены от их объектов, несомненно, обладает твердым разумом. Комментарий. Желание чувственного удовлетворения можно обуздать только с помощью сознания Кришны, вовлекая все свои чувства в трансцендентное любовное служение Господу. Как врага можно победить превосходящими силами, так и чувства можно обуздать не просто человеческими усилиями, но только заняв их в служении Всевышнему. Тот, кто понял, что только с помощью сознания Кришны можно утвердить свой разум, и что развить это искусство можно только под руководством авторитетного духовного учителя, называется садхакой или человеком, достойным освобождения. Садхакая Текст 69 То, что ночь для всех существ — это время пробуждения для владеющей собой личности, а время пробуждения всех живых существ — это ночь для самоуглубленного мудреца. Комментарии Умные люди подразделяются на две категории. Одни действуют с умом ради материального чувственного удовлетворения, а другие обладают внутренним видением и готовы к самоосознанию. Деятельность мудрецов или думающих людей — это темная ночь для тех, кто поглощен интересами материального мира. В следствии своего невежества в области самоосознания материалистически настроенные люди такой ночью спят. А мудрый, углубленный в себя человек бодрствует так называемой ночью, когда материалисты спят. Мудрец находит трансцендентное удовольствие в постепенном развитии духовной культуры, тогда как человек, занимающийся материальной деятельностью и остающийся слепым в науке самоосознания, погружен в сон и грезит о различных чувственных удовольствиях, иногда испытывая радость, а иногда горе. Самоуглубленный человек безразличен к материальному счастью или страданию. Он продолжает заниматься самореализацией, не обращая внимания на материальные условия. Текст 70-й Человек, не обеспокоенный непрерывным потоком желаний, подобных рекам, впадающим в океан, вечно наполняемый, но всегда спокойный. Лишь он может достичь подлинного мира, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания. Комментарий Несмотря на то, что океан постоянно наполняется водой, особенно в дождливый сезон, когда вода прибывает еще больше, он остается прежним, не приходит в волнение и не выходит из берегов. Подобное можно сказать и о человеке, утвердившемся в сознании Кришны. Пока существует материальное тело, существуют и его потребности. Тем не менее, преданного не беспокоят эти желания, ибо он духовно полон. Человек в сознании Кришны ни в чем не испытывает нужды, так как Господь дает ему все необходимое, как материальное, так и духовное. Поэтому он подобен океану, всегда полон самим собой. Желания могут приходить, подобно водам рек, впадающих в океан, но преданный остается тверд в выполнении своей деятельности, и его совершенно не беспокоит стремление к чувственному удовлетворению. Признак того, что человек обладает сознанием Кришны, это то, что у него пропадает склонность к чувственному удовлетворению, хотя желания могут и возникать. Испытывая удовлетворение от своего трансцендентного любовного служения, он может сохранять равновесие, подобно океану, и потому пребывает в полном спокойствии. Тот же, кто стремится к удовлетворению своих желаний и, в частности, хочет достичь освобождения, не говоря уже об успехе в материальной жизни, никогда не сможет обрести спокойствие. Те, кто работают ради выгоды, стремясь к спасению, или же йоги, домогающиеся мистической власти, остаются несчастны из-за того, что их желания не осуществляются. Но человек, пребывающий в сознании Кришны, счастлив, служа Господу, у него нет собственных желаний. В действительности он даже не стремится к освобождению от так называемых материальных оков. У преданного Кришны отсутствуют материальные желания, и поэтому он всегда пребывает в совершенном умиротворении. Текст 71. Человек, который отказался от стремления к чувственному удовлетворению, кто свободен от желаний, кто не считает себя владельцем и избавился от ложного эго, только он может достичь подлинного мира. Комментарий Освободиться от желаний означает не иметь желаний, связанных с чувственным удовлетворением. Иными словами, желание обрести сознание Кришны по существу и означает отсутствие желаний. Совершенная стадия сознания Кришны заключается в понимании своего истинного положения вечного слуги Всевышнего Господа, а также вне отождествления себя с материальным телом и отсутствии претензий на обладание чем-либо в этом материальном мире. Находящийся на этой совершенной стадии знает, что он должен все использовать ради удовлетворения Кришны, ибо все принадлежит Всевышнему Господу. Арджуна не хотел сражаться ради удовлетворения своих чувств, но когда он заполнил свое сознание Кришной, то он вступил в битву, ибо таково было желание Кришны. У Арджуны не было желания воевать ради себя, но ради Кришны Арджуна стал биться в полную силу. Действительное отсутствие желаний есть желание действовать в угоду Верховной Личности Бога, Кришне. А не искусственное стремление уничтожить желание. Живое существо не может избавиться от желаний и чувств, но оно может изменить их качество. Человек, у которого отсутствуют материальные желания, твердо уверен в том, что все принадлежит Кришне, и поэтому не выражает ложных претензий обладать чем-либо. Это трансцендентное знание основано на самоосознании, то есть на совершенном понимании того, что в своей духовной сущности каждое живое существо является вечной неотъемлемой частичкой Кришны, и поэтому вечное положение живого существа не может быть равно положению Кришны или превосходить его. Такое понимание – основа истинного умиротворения. Текст Комментарий Комментарий Сознание Кришны или Божественной жизни можно достичь сразу в один миг, но можно не достичь этой стадии, прожив несколько миллионов рождений. Все дело в понимании и признании истины. Хатванга Махараджа достиг этой ступени жизни всего за несколько минут до смерти, вручив себя Кришне. Нирвана означает окончание процесса материалистической жизни. Согласно философии буддизма, в конце материальной жизни остается лишь пустота. Однако Бхагавадгита учит иначе. По завершении материальной жизни начинается наша истинная жизнь. Грубые материалисты думают, что эта материальная жизнь просто заканчивается, и все. Но те, кто духовно развиты, знают, что после окончания жизни в материальном мире будет иная, духовная жизнь. Тот, кому в этой жизни посчастливится обрести сознание Кришны, сразу же достигает стадии брахма-нирвана. Между царством Господа и преданным служением Господу нет разницы. Так как оба эти состояния находятся на абсолютном уровне, то трансцендентное любовное служение Господу означает достижение духовного царства. В материальном мире деятельность ведется для чувственного удовлетворения, тогда как в духовном мире она ведется в сознании Кришны. Тот, кто пребывает в сознании Кришны, уже действительно вошел в царство Бога. Шрила Бхактивнода Такура подвел итог второй главы Бхагавадгиты, назвав ее сутью всей книги. В Бхагавадгите рассматриваются карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Во второй главе были подробно обсуждены карма-йога и гьяна-йога, а также была затронута и бхакти-йога, то есть все три вида йоги, о которых говорится в этой книге. ОМ ТАТ САДИТИ ШРИМАТ БХАКВАТГИТА СУПАНИШАТСУ БРАХМАВИТЬЯЯ Так заканчивается комментарий Бхакти-Видданты ко второй главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Обзор Бхагавадгиты».